Его лицо стало холоднее, поскольку он не смог обнаружить Ауру Адри. Он не спешил уходить в хаотичный пространственный бассейн. Он знал, что Хуэй была там. Он знал, что его сила не восстановилась полностью. И если он туда попадет, то ничего не получит. Итак, он решил объединить свою территорию. Под воздействием его воли, духа и души три звездных области, материк благодати, древних демонов и звездная область древнего бога, медленно слились друг с другом. Непроницаемые пространственные барьеры между тремя звездными областями стали эластичными, как вода, а затем медленно исчезли. Без пространственных преград звездные области сливались легко и быстро. Затем охотник за привидениями использовал свою сверхъестественную силу, чтобы восстановить первоначальный облик пустынной территории. Изнутри огромного древнего континента сходила жизненная энергия. Континенты двигались, меняя расположение всей звездной области. Охотник за привидениями был в облике пустынного, когда он начал перемещаться по новой звездной области. Эксперты, которых Сюаньхэ, Шияни Минхаани забрали с собой, были убиты таким же образом. Их энергия превратилась в чистейшую энергию пустынного. Минхаа и Сюаньхэ просили некоторых из них уйти, но они не поверили им и решили остаться. Многие люди не хотели расставаться с богатством или внуками. Многие другие думали, что им удастся избежать этой бойни. Они прятались в странной запретной зоне между звездными областями, чтобы избежать этой мощи. Однако они ничего не смогли сделать, так как все они исчезли во время резни охотника за привидениями. Глубоко в их душах была печать пустынного, укоренившаяся с тех пор, как они родились. Избавиться от нее было невозможно. С этой меткой охотник за привидениями мог легко подчинить и убить их. Если бы они были в сфере террориториального предка, они могли бы какое-то время сопротивляться. Как бы то ни было, но даже такое непобедимое существо, как Кровожадный, не смогло избежать своей судьбы. Хотя он достиг сферы террориториального предка, он все равно был уничтожен. В то время пустынный не слился с тремя клонами. Он просто использовал руки клана бога и других экспертов, чтобы уничтожить Кровожадного. Но теперь он сам принимал меры. Значит, никто не мог спастись. Теперь три континента стали одним целым, превратившись в настоящую пустынную территорию. Ни один из воинов с духовными алтарями на этой территории не смог избежать уничтожения охотника за привидениями. Из-за их смерти энергия земли и неба на пустынной территории волшебным образом стала гуще, и возникло больше чудесных звезд жизни. Древнее древо жизни на древнем континенте стало более ярким и возвышающимся. Магнитное поле жизни стало почти вязким. Хаотический пространственный бассейн. Это было странное место, где никогда не существовало ни одной звезды жизни. Огромная планета быстро пролетела над этим местом. Эта планета была покрыта слоями золотых, серебряных и оранжево-красных ореолов. Холодный поток космического пространства, сталкивающиеся астероиды и сильные порывы ветра сеяли хаос повсюду, обрушиваясь на эту планету. Однако под защитой этих массивных световых клеток, взрывы происходили непрерывно, подобно ярким фейерверкам за пределами планеты. Однако это никак не могло повлиять на внутреннее пространство. На планете собрались миллионы воинов. У большинства из них были высокие уровни, но у них никогда не было возможности побывать в хаотическом пространственном бассейне. В этот момент, глядя на странные и пугающие сцены вокруг них с энергией, атакующей их планету, они окаменели. Они наконец осознали, что покинули знакомое место и прибыли в странное место. Большинство из них верило в Шияня и в то, что он им сказал. Но некоторые все еще верили в то, что их мир не столкнется с апокалипсисом, как он говорил. Небо над бессмертным островом. Между множеством скоплений облаков Шиянь, Мантиси, Хира и другие эксперты сидели на облаках, их сила росла. Световые столбы поднимали тревожный дым, достигавший небо. Как только эти световые столбы соединили световые клетки вокруг планеты, они усилили защиту, защищая их от опасностей в космическом пространстве. Адри, находящаяся рядом с ними, была без сознания. Минха и Адиль наблюдали за ней на случай, если с ней что-нибудь случится. Маленькая фигурка Минхуна появилась на плече Адри, его лицо было ошеломленным. Он был очень слаб. После того, как его форма души вышла наружу, он качался, будто сильно пострадал. Минха и Адиль поспешили направить ему энергию и защитить его душу. Затем Минха спросил его, что случилось. Он был душой рабом Адри, поэтому у него была душевная связь с ней, что позволило ему узнать о ее состоянии. Поскольку он наконец выбрался, ему было что сказать. Минхун повернулся к Шианю, восхищаясь им. Хорошо, что он у нас есть. Если бы он не предпринял решительных действий по перемещению материка благодати, мы все были бы убиты. Это было первое, что сказал Минхун. Шиан был связан с материком благодати, защищая его от опасностей в хаотическом пространственном бассейне. Он не слышал, как Минхун оценивал его. Что произошло? Поспешно спросила Адиль. После того, как мы покинули пустынную территорию, я смог избежать этого кошмара и выбраться из головы Адри, скривился Минхун. В ее кошмаре я видел то, что происходило на пустынной территории. Это была катастрофа, разрушившая мир. Если у воинов были духовные алтари, они не могли избежать смерти. Пространственные барьеры между звездной областью материка благодати, звездной областью древнего бога и звездной областью древних демонов исчезли. Три звездные зоны слились в одну, превратившись в первоначальный облик. Пустынный был разделен на пять частей, и из-за разных частей появилось много меньших звездных областей. Однако все они исчезли. Теперь у нас только одна пустынная территория. Сюаньхы, Минха, Аделиди Карлос стояли вокруг них. Слушая Минхуна, у всех побледнели лица. Они наконец поверили Шииню. Он был прав, и его решение спасло всех. Их не убили на пустынной территории. Без Шииня они были бы в неведении до самой смерти. Они бы не осознали того ужаса, что их поджидал, и были бы убиты. Они бы закончили свою жизнь в страхе и отчаянии. Минха, Сюаньх и Фредерик посмотрели на Шииня, чувствуя к нему искреннее уважение. Они наконец поверили в него. Ох, вдруг они услышали чей-то стон внутри двух гробов возле маленького скелета, который подпрыгнул от волнения. Они проснулись. Мои родители, наконец-то, проснулись. Глава 1498. Предвидение. Два предшественника клана Белой Кости спали 10 тысяч лет. В этот момент люди могли увидеть огни, светящиеся в их черепах. Они собирались проснуться. Хира и Гай находились в воздухе, помогая Шииню создавать и поддерживать световую защиту, пока они перемещались в хаотическом пространственном бассейне. Услышав радостные возгласы скелета, они тоже обрадовались. Среди семи великих кланов клан Белой Кости был известен своей солидарностью. Однако у них были проблемы с размножением. Вот почему у них никогда не было гражданской войны. Ради благополучия расы члены клана Белой Кости могли жертвовать собой, не задумываясь. Чтобы разбудить своих предшественников, Хира и Гай пересекли тысячи миль, направившись на пустынную территорию. Это был прекрасный пример их единства. Теперь все в порядке. Хира повернулся к Мантиси. Могу я спуститься? Лицо Мантиси покрылось тонким слоем пота. Она слегка кивнула ему, ее глаза выглядели усталыми. Хира немедленно приземлился на континенте, подошел к маленькому скелету и ярким взглядом разглядывал двух предшественников. Пока он смотрел, два предшественника клана Белой Кости пробормотали что-то, как будто разговаривали во сне. Затем они медленно открыли глаза. Однако они все равно выглядели унылыми и слабыми. В ближайшее время им будет трудно полностью прийти в себя. Все посмотрели на маленький скелет, и в их глазах была глубокая любовь и привязанность. Отец, мама, маленький скелет был так счастлив, что расплакался. Мой сын, нам очень повезло увидеть тебя сейчас. Мы не можем поверить, что снова смогли тебя увидеть. Женский скелет поднял свою сияющую костяную руку, чтобы погладить гладкий лоб маленького скелета. Она говорила на архаичном языке клана Белой Кости. В небе тело Шияня излучало звездный свет, который усиливал слай световой защиты за пределами материка благодати. Через некоторое время он остановился, кивнув Мантисе. Это утомительно для тебя. Ничего, слегка улыбнулась Мантисе. Мы семья. Не будь слишком вежливым. После этих слов она бросила взгляд на Мэй Цзи, которая застенчиво покраснела. Шиянь спустился только для того, чтобы увидеть, как маленький скелет разговаривает со своими родителями, Ахира, Гай и другие члены клана Белой Кости приветствуют своих предшественников. Он мысленно кивнул. Затем приземлился Сюань Хэ, Фредерик и Мин Ха, отправив послание своей души. Через час собрались воины, совершенствующие восемь сил концепции, такие как Император Ян Тянь, Кровавый Дьявол, Леона, Кото и Фэйлань. Они скептически отнеслись к Шияню, потому что не знали, зачем он их позвал. Я убил Путая в звездной зоне древних демонов и получил его силу концепции, душу и дух. После того, как я поглотил его, я достиг третьего неба бессмертной сферы. Затем Хира и Мантиси объединились, чтобы сразиться с Пожирателем, что также дало мне много чистой энергии. Это действительно огромное. Шиянь говорил спокойно, его глаза сияли, как бриллианты, когда он смотрел на других. Сюань Хэ, Фэйлань и другие были потрясены от волнения. Поскольку они привыкли к этому, они знали, что будет дальше. Им не нужно было больше говорить с Шияним, они сразу же сели, скрестив ноги, и окружили его. Это количество энергии оказалось чрезвычайно огромным. Мне понадобится время, чтобы это переварить и поглотить. Ребята, вы должны быть готовы. Шиянь проверил свое тело, его лицо было серьезным. Многие из воинов, которых Пожиратель убил мгновенно, имели высокие сферы, большинство из них находилось в сфере зарождающегося бога. Их энергии было достаточно, чтобы Шиянь аккумулировал свою божественную силу до верхних пределов третьего неба бессмертной сферы. Более того, у него все еще было огромное количество дополнительной энергии, которую он не мог переварить в своем теле, что принесло бы огромную пользу кровожадной силе. Шиянь сел, закрыв глаза, чтобы начать переваривать энергию духовного алтаря и точек акупунктуры. Адель выглядела испуганной, в то время как Джилет и другие отважные члены имперского темного племени выглядели задумчивыми. Адри, казалось, погрузилась в ужасный кошмар. Она все еще была без сознания, и ее состояние ухудшалось. Это правда, что у нас нет решения. Адель с беспокойством погладила дочь по волосам. Твоя душа слилась с ней. Можешь разбудить ее? Минхун выглядел печальным. В этот момент он был карманного размера и стоял на плече Адри. Он покачал головой. Я не знаю, почему я не вижу, что происходит в ее сне. Я знаю, что ее состояние должно быть как-то связано с пустынным. По мере того, как пустынный становится сильнее, она становится все слабее и слабее. В конце концов она может умереть. Услышав его слова, воины имперского темного племени выглядели отчаянно. Как это могло произойти? Адель постоянно качала головой, поскольку она не могла в это поверить. У Ши Яня тоже есть происхождение. Почему он не пострадал? Я вижу, что с ним все в порядке. Трудно поверить в это. Минхун тоже был подозрительным, глядя на Ши Яня издалека. В этот момент парень очищал энергию, которую он поглотил, чтобы отдать ее окружающим. Сюань Хэ, Минха, Фредерик и воины, совершенствующие восемь злых сил концепции, сидели там, ожидая шанса, который им выпал. Ши Янь вообще не выглядел так, как будто появление пустынного повлияло на него. Это было невероятно. Минхун и Адель думали, что Ши Янь не отличался от Адри по природе. Они оба слились с происхождением. Почему Адри была без сознания, а с Ши Янем ничего не случилось? Это было слишком необъяснимо. Возможно, после того, как он разберется с энергией, он даст нам ответ. Минхун задумался, а затем неохотно сказал. В другом углу хаотичного пространственного бассейна дрейфовал коричнево-красный астероид с реальным телом Хуи под ним. 12 змееголов были подобны огромному свирепому зверю, поддерживающему астероид. Астероид двигался в турбулентном космическом потоке. Цзия, Тяньси и другие, ее слуги, летели на этом астероиде. Цзия наблюдала за пространственной щелью, которая медленно материализовалась на расстоянии. Она улыбалась, но глаза у нее были ледяными. Хорошо, что мы вовремя ушли. Иначе было бы много хлопот. В данный момент я боюсь, что ни одно существо не может больше жить на пустынной территории. Чтобы восстановиться, он начал поглощать контейнеры с энергией, которые подкармливал долгое время. Цзия почтительно поддерживал Цзия. Он был сбит с толку, когда услышал это. Богиня-мать, вы имеете в виду он убивает всех на пустынной территории? Да, все воины, которые совершенствовались и создали духовные алтари. Мертвы, Цзия кивнула, улыбаясь. Он столько лет кормил их, чтобы сейчас они стали для него жирными поросятами. Он использовал смерть существ на своей территории, чтобы восстановить свою энергию. С того дня, как его разделили, он ждал этого дня. Цзия все понял. Он был напуган, но не осмеливался просить большего. Он не мог полностью восстановиться. В противном случае он попал бы в морскую область небытия. О, я недооценила этого Шииня, Цзия улыбнулась. Она посмотрела в сторону, бормоча. Ты маленький дьявол, ты принес сюда материк благодати. Похоже, нам нужно снова встретиться. Змей под массивным астероидом начали извиваться, приближая астероид к материку благодати в этом бурном бассейне. Шииня открыл глаза. Он спокойно встал, оглядываясь. Сюань Хэ, Мин Ха, Фредерик и другие медитировали, чтобы осознать свою силу и поглотить энергию, которую Шиинь даровал им. Он повернулся к небу, чтобы проверить световую защиту, которая покрывала эту планету, защищая ее от ужасающих ударов в этом бассейне. Это гарантировало, что ни одно существо на этом континенте не пострадает. Переварив энергию черной дыры и точки акупунктуры, он достиг пика бессмертной сферы. Жизненная энергия в его теле была поднята до предела. Он считал, что если ему придется сражаться с экспертами-территориальными предками, он не попадет в невыгодное положение. Поедая Путая, он получил огромную пользу. Восемь сил концепции, которые Путай совершенствовал в течение многих лет, теперь принадлежали ему. Это было невероятно волшебно. Даже при том, что он мог поглотить многих воинов, он не мог сделать их концепцией своей силой. Но Путай был особенным. Путай также развивал пожирающую силу концепции. Восемь злых сил концепции имели загадочную связь. После того, как Шиянь проглотил их, они стали его частью. Сегодня он достиг пика бессмертной сферы, и у него уже была темная энергия. Он чувствовал, что скоро достигнет сферы территориального предка. Его зарождающееся пространство походило на глубокую и обширную вселенную в древние времена, где ослепительно мерцали звезды. За исключением существ, это зарождающееся пространство не сильно отличалось от многих территорий. Он нахмурился, думая о том, куда идти и куда перенести материк благодати. В этот момент к нему подошла Адиль с мрачным лицом и спросила. Пожалуйста, подойди к Адре. Шиянь подошел к Адре, глаза которой были закрыты, а дыхание стало слабым. Казалось, что у нее отнимали жизненную силу. Она выглядела так, как будто пламя ее души скоро погаснет. Мин Хун, Джилет, Дикарлос и Лазурный Дракон собрались возле Адре. Они испробовали множество способов разбудить ее, но ни один из них не помог. Адре все еще спала. Это вредит ей. Чем он сильнее, тем слабее становится Адре. Несмотря на расстояние, это все еще может влиять на нее. Поскольку он становится все более пугающим, Адре будет истощена до смерти. Мин Хун посмотрел на Шиянь странными глазами. У тебя также есть происхождение. Состояние Адре опасное, но почему ты все еще жив и здоров? Все были этим взбиты с толку. Глядя на Адре, глаза Шияня заблестели. Он знал, в чем была разница между ними. Адре родилась на пустынной территории. При рождении на ее душе появилась печать. Пустынный мог использовать печать в ее душе, чтобы повлиять на ее происхождение. Наконец Шиянь понял, почему кровожадный должен был просить Сюань Шаня, Ла-Ало и Сюань Ху принести душу из другого мира. И передать ей наследство. Кровожадный все предвидел. В свое время он знал, что произойдет в будущем. Шиянь не пострадал из-за растущей силы пустынного, потому что в его душе не было печати души. Он не был душой, рожденной на пустынной территории. Глава 1499. Путь слияния. Ресницы Адри на ледяной каменной постели дрожали, лицо искажалось от боли. Казалось, что во сне ее пытали. Адиль чувствовала себя ужасно. Она держала Адри за руку, бормоча ей. Все в порядке. Все будет хорошо. Я придумаю, как тебя разбудить. Становится хуже. С серьезным лицом Мин Хун повернулся к Шияню. Сила пустынного увеличилась до такой степени, что даже я чувствую ее. Состояние Адри ухудшается. Если у тебя нет никакого решения, ее пламя души скоро погаснет. Глаза Мин Хуна помрачнели. Он ясно понимал, что, когда Адри не станет, будучи ее душой рабом, его тоже больше не будет. Адиль, Джилет и остальные были очень взволнованы и обеспокоены. Они хотели найти способ как можно быстрее разбудить Адри. Лазурный дракон нахмурился, пробормотав. Как только Адри уйдет, пустынный естественным образом получит происхождение, с которым она слилась. Он получит сразу трех клонов, и ты станешь его следующей целью. Он повернулся к Шияню. Дайте мне попробовать. Шиянь вздохнул, призывая свою силу жизни концепции. Он хотел использовать жизненную энергию, чтобы окутать душу Адри. Ручей из слоновой кости затопил Адри, придав тонизирующие действия ее духовному алтарю. Однако в мгновение ока Шиянь понял, что это не сработает. Это затронуло душу Адри. Ослабленная душа не могла быть восстановлена его жизненной силой. Следовательно, его метод не подходил. Если бы тело Адри было ранено, он мог бы исцелить ее с помощью силы жизни. Два предшественника клана Белой Кости бездействовали, потому что их жизнеспособность была слишком низкой, что сказывалось на их душах. Однако ситуация с Адри была иной. Ее жизненная энергия все еще сильно колебалась. Это был ее духовный алтарь, и самая большая проблема была с ее основной душой. На данный момент у Шияня не было способа разрешить эту ситуацию. Когда Хира и Мантиси увидели, что он проснулся, они вместе пошли к нему. Два предшественника клана Белой Кости шли с ними. Хотя они не восстановились полностью, их подвижность не пострадала. Маленький скелет отвел их к Шияню. Два предшественника клана Белой Кости использовали этикет, предназначенный для обращения с благородным человеком, чтобы поприветствовать и поблагодарить парня за помощь. Спасибо за твою помощь, искренне сказал Дракула. Он был отцом маленького скелета. Находясь во втором небе сферы территориального предка, он был также силен, как Хира. К сожалению, ему потребуется много времени, чтобы полностью восстановиться. Пожалуйста, я вижу, что у тебя проблема, у Дракулы было белое костяное тело, похожее на кристалл. Внутри его кристаллических костей Шиянь мог видеть множество мерцающих точек звездного света, что было действительно завораживающим. Его глаза походили на изумрудные драгоценные камни. Они были ясными и безмятежными, заставляя людей смотреть на них с успокоением. Он подошел и наклонился, чтобы проверить Эдри. Энергию ее происхождения забирает существо абсолютного начала. Все обратились к этому старику из клана Белой Кости, ожидая с надеждой. Шиянь был тронут. Вы прожили очень долго. Вы должны обладать обширными знаниями. Вы знаете, как ее спасти. В ее душе есть часть происхождения существа абсолютного начала. По мере того, как он становится сильнее, он может поглощать энергию ее происхождения через печать в ее душе. Дракула говорил прямо. Я могу сказать вам, что когда существо абсолютного начала начинает объединять свои разделенные части, в конечном итоге останется только одна вещь. Так бывает. Если она достаточно сильна, она может поглотить сознание клона, или клон поглотит ее душу, если она слаба. Ничто не может этого изменить. Это природа существ абсолютного начала. Адиль была почти в отчаянии и говорила в агонии. Вы имеете в виду, что либо моя дочь будет достаточно сильна, чтобы поглотить пустынного, либо пустынный поглотит ее и сольется с ней. Другого варианта нет. Другого варианта нет. Глаза Дракулы были спокойными. Происхождение, которое она объединила, исчезнет вместе с ее душой. Если ничего неожиданного не произойдет, она погибнет и исчезнет из этого мира. У членов имперского темного племени потемнели глаза, а лица окоченели, когда они услышали это. Конечно, если вы просто хотите сохранить ее жизнь, есть способ, добавил Дракула. Какой? Шияни Адиль выкрикнули одновременно. С ее нынешним состоянием это наихудшая ситуация. Мы не можем изменить ее судьбу слияния с пустынным. Дракула внезапно повернулся к Шиянию. Но не забывай, что ты один из частей пустынного. Ты также можешь поглотить ее. Если захочешь и она будет сотрудничать, ты можешь забрать происхождение и пощадить ее душу. Я, Шиянь, был ошеломлен. Это единственный способ. Минхун подошел к нему. Этот предок говорит правильно. Если дело дошло до этого, Адри придется отказаться от своего происхождения, чтобы выжить. Ее происхождение будет взято Шияним или пустынным. Если пустынный получит это, ее душа будет похоронена. Но если Шиянь получит это, она потеряет только свое происхождение. Ее сфера, душа и тело не сильно пострадают. Он повернулся к Дракуле, прося его подтвердить. Дракула кивнул. Это правда. Если она и Шиянь будут сотрудничать, она потеряет только свое происхождение, часть сознания пустынного. Она не потеряет себя. Другими словами, она просто выбросит то, что ей не принадлежит. Она по-прежнему будет собой. Давай сделаем это. Минхун зашипел, решительно попросив. Шиянь, сделай это сейчас. Поглоти происхождение, Адри. Ты получишь две пятых части души пустынного. Поскольку пустынный не будет полностью соединен, он не сможет полностью управлять пустынной территорией. У нас будет шанс. Какой шанс? Адели остальные были озадачены. Однажды Шиянь станет достаточно силен, чтобы достичь сферы территориального предка. В то время он сможет сопротивляться или даже поглотить пустынного. Минхун скривил темное и холодное лицо. Только Шиянь может это сделать, и только у него будет шанс контратаковать. В конце концов, он не привязан к правилам пустынной территории. Немногие люди знали, что Шиянь был душой из другой вселенной. Однако, будучи мастером контроля души, Минхун знал это давным-давно. Наконец, Минхун узнал истинную причину, по которой кровожадному пришлось потрудиться, чтобы увести душу из другой вселенной. Оказалось, что кровожадный хорошо подготовился к сегодняшнему дню. Кровожадный потерпел неудачу в том году, потому что он был создан пустынным. Он был душой, рожденной на пустынной территории. Это стало причиной его трагической гибели. Чтобы не позволить своему наследнику пойти тем же неудачным путем, он приказал Сюань Шаню. Сюань Хайлаоло найти душу из другого мира. Брат, ты уверен? Адиль все еще колебалась. Если вы хотите увидеть смерть Адри, вы можете подождать. Если вы упустите этот единственный шанс, не только Адри умрет, но и пустынный получит еще одно происхождение. Никто не может предположить, насколько он будет сильным. В таком случае у Шияня не будет ни малейшего шанса, фыркнул Минхун. Слушая его, многие воины из пустынной территории не могли усидеть на месте. Они наконец осознали ужасную правду и начали призывать Шияня к действию. Ты, ты сделай это. Пожалуйста, пообещай мне, что душа Адри будет в безопасности. Беспомощно сказала Адиль. Она была нынешней матриархом имперского темного племени, а также матерью Адри. Если бы она согласилась, никто бы не стал возражать. Как убедиться, что ее душа будет в безопасности и ее сфера не пострадает после того, как я заберу ее происхождение? Шиянь закусил губы. Он больше не колебался, повернувшись к Дракуле. Я не знаю как. Тебе нужно использовать свою душу, чтобы вторгнуться в ее духовный алтарь и войти в контакт с ее душой. Позволь ее душе сотрудничать с тобой в извлечении происхождения. Как только ты извлечешь происхождение, ты должен забрать его, прежде чем пустынный это сделает. Ты должен быть очень осторожен, напомнил Дракула. Шиянь нервничал, размышляя некоторое время. Адри становилась хуже. Ее душа вот-вот могла погибнуть. По призыву людей он пристально посмотрел на Адри. Свуш. Группа душ, созданная пламенем, вылетела из его зрачков. Словно живой и подвижный дух, он краем глаза вторгался в душу Адри. Духовный алтарь Адри парил над ее морем сознание. Ее уровень силы концепции был подобен Аду в подземном мире. Множество призраков и жестоких душ было собрано в центре ее моря сознания и силы концепции. Когда они увидели частичку души Шияня, они были похожи на комаров, уловивших запах крови. Они стали дикими, пытаясь выйти вперед и разорвать эту частичку. «Остановитесь!» Крик Минхуна эхом разнесся по морю сознания Адри. Жестокие души и призраки вели себя так, будто их ругали. Минхун был здесь самой могущественной из жестоких душ. Он был связан с Адри и помогал ей управлять этими зловещими душами. Он был лидером жестоких душ. Под его запугиванием ни одна душа не осмелилась напасть на Шияня. Таким образом, Шиянь смог и дальше двигаться вперед. Он прошел миллионы злых душ, чтобы добраться до уровня силы концепции. Начальный уровень Адри был выше уровня сил концепции. Это был мрачный, холодный и серый мир, сквозь который он не мог видеть. Смутно в ее зарождающемся пространстве двигался огромный котел. Многие символы абсолютного начала светились. Это был котел очищения души, который слился с душой Адри. Когда душа Шияня появилась в зарождающемся пространстве, котел очищения души выпустил волны угрожающей энергии. Эта атакующая энергия была направлена на Шияня. Затем вспыхнули миллиарды символов, превратившись в древних дьявольских богов, покрывающих все небо и устремляющихся к парню. Это было инстинктом божественного оружия абсолютного начала, защищать своего хозяина. Шиянь в своей душевной форме чувствовал себя подавленным, когда к нему стекалось множество злых богов. Он изменил свою силу, и возникло много горящего пламени. Казалось, что у этого пламени была жизнь. Оно стало духами пламени, атакующими злых богов. В этот момент Шиянь отправил сообщение души, которое было похоже на струю света, пересекающую темный мир. Я Шиянь. Он говорил с Адре. С ВУЖ. Он получил ответ из довольно далекого места, но не от Адре. Это было из башни символов силы концепции. Парень был сбит с толку. Глава 1500. Предмет возвращается законному владельцу. Огромная черная пещера вращалась где-то в морской области небытия, где собрался клан пожирателей. В густой тьме парила внушительная величественная башня символов силы концепции. Символы абсолютного начала на башне сверкали множеством цветов. Волны чистой темной энергии ползли по башне, чтобы очистить печать души, которую оставила там Хуэй. Пожиратель выпустил свое злое, холодное сознание души, чтобы очистить и стереть печать, оставленную Хуэй. Внезапно откуда-то издалека раздался зов. Поскольку огромная башня только что избавилась от печати души Хуэй, ее привлек этот зов. Не дожидаясь реакции пожирателя, она мгновенно ускорилась и улетела. В мгновение ока она преодолела миллиарды миль. Разрывая слои космоса, пожиратель сбежал из пустынной территории. Ему приходилось потреблять много энергии, и стирание печати души Хуэй на башне символов силы отняло большую часть его энергии. Пожиратель только успел выдохнуть, когда башня уже улетела. В этот момент сила пожирателя еще не восстановилась, и он не мог сдержать ее. Он мог только видеть, как башня символов силы концепции проникает сквозь слои пространства и исчезает. Пожиратель, гигантский черный осьминог, завыл, чтобы призвать своих членов клана пожирателя. Вскоре прибыли два территориальных предка, Эдгар и Лоббит. Эдгар парил над темной бездной, уважительно спрашивая. Предок, почему вы в ярости? Башня символов силы концепции вышла из-под моего контроля и полетела на пустынную территорию. Голос пожирателя раздался в темной бездне. Если это не Хуэй, то это новый хозяин башни. Он связался с башней, но печать души Хуэй остановила его. Как только я стер печать Хуэй, возможно, это случайность, но этот ребенок тут же позвал ее. Где она? Спросил Эдгар. Пустота за пределами пустынной территории. Позвольте мне выяснить, как туда попасть. Схвати этого ребенка раньше Хуэй. В противном случае вы не получите башню символов силы концепции. Она имеет решающее значение. Мы должны ее получить. Да, сэр. Башня символов силы концепции пробила слой космоса, преодолев миллиарды миль в мгновение ока, как будто могла разорвать пространство. Она превратилась в струю звездного света, вспыхнувшую, а затем исчезнувшую. Многие воины видели это, чувствуя, что их души потрясены. Они сразу поняли, что рядом с ними есть какое-то сокровище, но когда собрались проверить, то ничего не обнаружили. Башня символов силы концепции пролетела всю дорогу, преодолевая пробелы. Вскоре она проникла в хаотический пространственный бассейн за пределами пустынной территории. Цзэя сидела на высоком семицветном троне на массивном астероиде. Ее глаза были такими глубокими, как будто они могли видеть весь мир. Она высвободила сознание души, чтобы найти шияня в бурном пространственном потоке. Свуш. Струя звездного света приблизилась. Свет вспыхнул, а затем исчез, но от этого ее душа задрожала. Она открыла глаза и удивилась, излучая удивительный свет. Башня символов силы концепции. Закричала Хуэй. Сначала она была ошеломлена, но вскоре взяла себя в руки. Сразу же она использовала свою душу, чтобы проверить направление этой струи света. Затем ее истинное тело переместилось, превратив астероид в падающую звезду. Падающая звезда быстро двинулась к башне символов силы концепции, также направляясь к месту нахождения шияня. Материк благодати. Адель, Минха и Сюаньхе собрались позади. Они наблюдали за шиянем и адре. Их лица были темными и печальными. Шиянь вышел из духовного алтаря, войдя в голову адре. Они ждали, надеясь увидеть, как ее положение улучшится. К сожалению, она все еще была без сознания, ее дыхание было слабым. Лицо шияня нахмурилось, как будто он столкнулся с большой проблемой. Это заставило их сердца упасть еще сильнее, и они стали более напряженными. Дракула, Хиро и Гай из клана Белой Кости. Мантиси и Мэйцзи из призрачного клана были собраны, наблюдая, как шиянь отправил свою душу, чтобы поглотить ее происхождение. Свуш, свуш, свуш. Внезапно яростная волна энергии пришла из далекой области этого пространственного бассейна, захватив материк благодати. Хиро и Мантиси изменились в лице. На какое-то время они почувствовали это и обнаружили, что это настолько устрашающе, что может угрожать материку благодати. Шиянь попросил их двоих защитить материк благодати. Поскольку они договорились с ним, они должны были убедиться, что материк благодати будет в порядке. Увидев эту яростную энергетическую атаку, Хиро строго сказал. Я пойду туда, чтобы проверить. Хиро превратился в золотую стрелу, вылетевшую за преграды. Как только он подошел к хаотичному бассейну, его глаза заблестели и, почти задыхаясь от собственного дыхания, он закричал. Башня символов силы концепции. Увидев странную ситуацию, он задумался, а затем отправил сообщение Мантиси. Убери световые преграды. Башня символов силы концепции только что вернулась. На материке благодати Мантиси была в восторге. Она особо не думала и использовала время, чтобы контролировать свою силу концепции вместе с Хиро. Они сняли множество преград на материке благодати. Бум! Башня символов силы концепции превратилась в струю звездного света. Как только она подошла к материку благодати, она снова превратилась в гигантскую башню. Эта башня стала медленно опускаться сквозь слои облаков, целясь в голову Шияня. Это было странно, но башня остановилась над головой Шияня, как будто колебалась. Это что случилось? Спросил Дракула из клана Белой Кости. Он колебался некоторое время, прежде чем смог все понять. Башня символов силы концепции слилась с душой Шияня. И теперь его душа находится в голове Адри, из-за чего его аура стала другой. Услышав его, толпа воинов испугалась. Все они смотрели скептически. То, что слилось с башней символов силы концепции, на самом деле было душой Шияня. И вот его часть души отправилась в голову Адри, а его аура изменилась. Поэтому башня символов силы концепции не знала, должна ли она войти в тело Шияня или в голову Адри. Зрители затаили дыхание, наблюдая за башней символов силы концепции. Свуш. Башня символов силы концепции превратилась в сгусток света, направляясь к Адри, и вторгаясь в ее духовный алтарь. Люди вокруг не могли не закричать от паники, увидев это. На духовном алтаре Адри душа Шияня была похожа на темную тень, парящую перед зарождающимся пространством Адри и взывающую к ее душе, которая парила над зарождающимся пространством. Адри не ответила Шияню, но башня символов силы концепции была впереди. Казалось, она бежала к нему. В то время как Шиянь все еще был сбит с толку, ужасающие колебания энергии котла очищения души исходили из темной области в зарождающемся пространстве Адри. Сразу после этого бесчисленные лозы души соскользнули, как змеи, потянувшись к нему и пытаясь втянуть его душу в котел очищения души. Котел очищения души был божественным оружием, и он слился с происхождением Адри. Когда Шиянь вторгся в эту область, котел очищения души инстинктивно посчитал его врагом. Без контроля Адри котел начал атаковать Шияня. Это было почти неизбежно. Казалось, он ухаживал за смертью, когда осмелился использовать свою душу, чтобы напасть на другого эксперта в ее духовном алтаре, у которого даже была частичка души существа абсолютного начала. В тот момент, когда ужасающая аура котла очищения души медленно приближалась к нему, Шиянь был напуган. Он постоянно отправлял сообщение Адри, но она не отвечала. Видя опасную ситуацию, он не решился задерживаться и хотел отступить. Однако в этот момент пронесся ослепительно мощный свет, способный разорвать тускло освещенный мир в этом месте. Огромная башня символов силы концепции внезапно пришла из внешнего мира, став броней, которая могла защитить все, немедленно окутав его душу. Котел очищения души не мог пробить эту толстую защиту, поэтому он не мог атаковать душу Шияня. Парень внезапно почувствовал, как кровь соединяется. Казалось, что в этот момент он окончательно и официально слился с башней символов силы концепции. Раньше его слияние не было полным, потому что башня символов силы концепции все еще имела печать души Хуи, что было похоже на загрязнение. Юноша не смог полностью с ней слиться, пока не избавился от этой грязи. Сегодня эта печать души была снята пожирателем. Шиянь на короткое время потерял башню символов силы концепции, но неожиданно ему повезло посреди несчастья. Пожиратель очистил для него башню, и сегодня он, наконец, соединился с башней символов силы концепции. Теперь, с его душой и аурой никто не сможет легко вырвать у него башню символов силы концепции. Если он не уйдет и его печать души не исчезнет из этого мира, никто не сможет даже мечтать отобрать башню символов силы концепции из его рук. Ши-Янь внезапно многое понял. Поскольку башня символов силы концепции защищала его, он больше не боялся котла очищения души. Он сосредоточился на том, чтобы связаться с Адри. Я Ши-Янь. Я Ши-Янь. Это я. Он постоянно повторял, пытаясь связаться с Адри, чтобы получить от нее помощь. Спустя неизвестное время котел очищения души перестал атаковать его. Поскольку Ши-Янь все еще был сбит с толку, Адри наконец ответила ему. Ши-Янь, мое состояние не очень хорошее. Он становится сильнее. Он может использовать происхождение, чтобы заблокировать мою душу. Он меня поглощает. Я не смогу долго продержаться, сообщения Адри были прерваны. Она очень быстро слабела. Я здесь, чтобы помочь тебе. Но сделав это, я могу причинить тебе вред. Мне нужно, чтобы ты со мной сотрудничала. Позволь мне забрать твое происхождение. В противном случае твоя душа будет поглощаться до тех пор, пока ты не умрешь. Ши-Янь не осмелился медлить, пытаясь кратко объяснить ситуацию. Это единственный способ происхождения собраны и слиты. На твоей душе есть печать души. Он может использовать эту печать, чтобы найти тебя из-за происхождения и убить тебя. Ты можешь сказать, почему ты не пострадал? Внезапно спросила Адри. Моя душа не принадлежит пустынной территории. Ши-Янь немного подумал и затем ответил. Адри задумалась, а после сказала. Хорошо, я буду сотрудничать с тобой. Глава 1501. Врата абсолютного началась. Поглощение происхождения было проще, чем предполагал Ши-Янь. После того, как Адри согласилась сотрудничать с ним, весь процесс прошел гладко. Раньше он не знал метода слияния и думал, что для этого потребуются некоторые условия. Однако, когда она отправила ему сообщение, чтобы сказать, что она будет сотрудничать с ним, он сразу понял, что делать. Из глубины его души раздался мощный зов. Казалось, что он хотел вернуть свои недостающие конечности, поскольку его душа испускала яростные флюиды. Излучаемая им энергия имела яркие цвета, поскольку они были наполнены яркими пространственными лентами. Затем великолепный свет заполнил море сознания Адри. Это было похоже на то, как будто множество рук схватили происхождение Адри в ее душе и вытащили его, чтобы поглотить. Это был инстинкт соединения между происхождениями. До того, как Ши-Янь проник внутрь, душа Адри была затронута волей пустынного. Пересекая бескрайнее пространство, пустынная использовала печать души, чтобы мучить ее, погружая в размытые сны до такой степени, что она не могла сказать, правдивы они или иллюзорны. В то же время пустынная отправляла ей похожий зов. Он был точно таким же, как и призыв Ши-Яня. Поэтому почувствовав зов души Ши-Яня, Адри колебалась. Она боялась, что это была уловка пустынного, чтобы заманить ее в ловушку и заставить заблаговременно выдать происхождение. Затем она решила спросить Ши-Яня о том, что знали только они, и он дал ей правильный ответ. Таким образом, она подтвердила источник зова. Это было от Ши-Яня. После этого Адри больше не колебалась. Огоньки яркого пятицветного света души вылетели из ее души. Как только они покинули ее, они быстро направились к магнитному полю души Ши-Яня. Как только свет души попал в это вибрирующее магнитное поле души, он превратился в пятицветное пламя, которое на самом деле было небесным пламенем происхождения. Затем пламя начало танцевать и смешиваться с душой парня. Ши-Янь стал воспринимать знания и воспоминания, состоящие из множества сцен и образов. После слияния с каждым пламенем он увидел что-то из загадочной, но древней памяти. Он смутно видел некоторые старые обидные истории, которые произошли в иру абсолютного начала. Это были воспоминания пустынного. К сожалению, после этого слияния пустынный не смог завершить свое полное слияние. Взяв происхождение Адри, Ши-Янь получил две пятых души, памяти и знаний пустынного. Это было немного меньше, чем ожидалось. Абсолютное начало. Пункт жизненного пути. Шлюх абсолютного начала. Ключ. Кусочки беспорядочных, необъяснимых воспоминаний хлынули в его голову. Получив воспоминания, он внезапно осознал, что башня символов силы концепции была ключом к каким-то вратам абсолютного начала. Он мог использовать эту массивную башню, чтобы пройти через врата. Однако он не был уверен в том, что такое так называемые врата абсолютного начала и что за ними находилось. Он продолжал извлекать происхождение, собирая память и знания. Башня символов силы концепции парила над его душой, защищая его от любых злых душ. Вскоре происхождение Адри слилось с его. Котел очищения души погрузился в зарождающееся пространство Адри. Поскольку у Адри не было происхождения, ничто больше не нападало на шеяня. Без происхождения пустынный не мог повлиять на Адри, и она медленно овладела собой. Она убрала котел очищения души, чтобы он не атаковал шеяня, что могло повлиять на прогресс слияния. В своем море сознания шеянь пылал, как солнце, излучая ослепительные лучи. Лучи света освещали ее море сознания, давая ей чудесные ощущения слияния. Адри не знала, почему она чувствовала себя такой расслабленной и комфортной. Она не унывала из-за потерянного происхождения. Напротив, она почувствовала, что ее бремя исчезло. Ее душа и дух были сублимированы, и теперь в ее теле кружился волшебный свет. Сюаньх и Минха обеспокоились об Адри, поскольку думали, что ее душа исчезнет. В этот момент тело Адри испустило мощное и сильное колебание жизненной энергии. Различные разноцветные световые лучи двигались по ней, как если бы они очищали ее от загрязнения и отбросов, чтобы она могла сублимировать свою жизнь. Глаза Адиль загорелись, и ее угрюмое лицо осветилось. Похоже, моя маленькая девочка в порядке. Плохо, что она потеряла происхождение. Я волнуюсь, сможет ли она получить такие хорошие вещи в будущем. Она чувствовала сожаление, потому что думала, что достижения ее дочери были связаны с происхождением благословенного Богом материка. Сегодня ее происхождение было слито с душой Шияня, что спасло ее, но она потеряла свое происхождение. Это могло повлиять на ее совершенствование. Нет, неплохо, что она потеряла происхождение. Дракула из клана Белой Кости покачал головой, его глаза загорелись от удивления. Для воинов с происхождением это может быть хорошо, но это также является бременем для их роста. Этот ребенок потерял происхождение, но ее душа и дух возвысились. Она испытала чудо души абсолютного начала. Могу сказать, ей повезло в своем несчастье. Минха выглядел подозрительно и спросил. Вы имеете в виду ее сфера не пострадала? Похоже, она продвинулась дальше. Происхождение было веревкой, которая связала ее. Она справилась с этим сегодня, так что теперь она может взлететь, кивнул Дракула. Глядя на Адрия искренне говоря, ее уровень увеличивается, и ее сила концепции стала более глубокой. Если она накопит достаточно силы Бога, она сможет достичь большего. Адрия только что вошла в бессмертную сферу. По словам Дракулы, если она продвинется дальше, попадет ли она во второе небо бессмертной сферы сразу же? Как это могло произойти? Не говоря уже о Минхае, Хиро, Мантисе и другие, тоже были удивлены. Они думали, что это было почти невероятно. Трудно объяснить, обратился к ним Дракула, говоря, для некоторых воинов души существ абсолютного начала могут быть их мотивацией. Например, у Шиеня жесткий ум, а также он категоричный и смелый. Такие воины ни к чему не будут привязаны. Он владеет тем, что получил. Никто не может повлиять на него. Он повернулся и посмотрел на Адрия. Но есть и такие воины, которые найдут души существ абсолютного начала бременем в своих сердцах. Они будут сомневаться в том, что они не сами. Как только возникнет такое сомнение, у них не будет уверенности, и это повлияет на их совершенствование. Они сами себя свяжут. Так вы имеете в виду. Для Адри происхождение благословенного Богом Материка. Это веревка, которая связала ее. Минхаа был удивлен. Дракула кивнул. Все выглядели задумчиво, пока они спокойно оценивали Адрия. Ее дыхание нормализовалось под взором людей. Медленно, магнитное поле ее души начало расширяться. Слой чудесного света исходили от нее, делая ее такой, будто она обрела новую жизнь. Это было странно, но волшебно, как будто она родилась заново. Прямо в этот момент частичка души Шииня отступила и вернулась к нему. Адрия открыла глаза. Глубоко в ее зрачках люди могли видеть, как движется множество душ, создавая волшебное образование души. Это формирование души было очень похоже на то, что они видели в котле очищение души. Наконец, она стала полноправной владелицей котла. Такое ощущение, что кто-то удалил камень из моего сердца. Это действительно комфортно. Она слабо сияла, красивая, как распустившийся цветок. Ее внешность стала более выдающейся и завораживающей. У тех, кто подружился с ней, загорелись глаза, как будто они впервые увидели ее. «Моя дорогая, ты в порядке?» Спросила Адиль. «Да мам, я в порядке. Мне действительно хорошо». Адрия подтвердила. Затем посмотрела Шииню в глаза, выглядя застенчиво, и опустила голову. Он преуспел в моем мозгу. Я не испытывала боли. Он был нежным и естественным. Услышав ее, люди смутились, поскольку они внезапно вспомнили чудесные черты лица, когда души слились вместе, их лица были неоднозначными. Мэйцзи закусила губы, глядя на Шииня, поскольку она думала, что парень сделал что-то сомнительное в голове Адри. Бум, бум, бум. Внезапно красивые световые барьеры за пределами планеты были поражены волнами метеоров. Вспыхнули искры и ореолы. Монтиси и Хира подняли головы, чтобы посмотреть на небо. Их лица потемнели, когда они закричали. Кто-то нападает на нас. Кто? Мэйцзи стиснула зубы. Ее глаза вспыхнули холодом. Кто посмеет атаковать в хаотичном пространственном бассейне? Если мы будем сражаться здесь, это будет большой проблемой. Я знаю, кто вмешался Шиянь с безмятежным взглядом. Уставившись в пустоту, он сказал. Это Цзэя. Ее настоящее тело раньше оставалось в хаотичном пространственном бассейне. Узнав, что пустынный проснулся, она вернулась сюда. Она знает это место лучше нас. Почему она здесь? Хира побледнел. Это ее территория? Невозможно. Дракула покачал головой. Это место не территория. В нем нет энергии неба и земли. Ни одно существо не может здесь жить и развиваться. Это не территория. Затем люди с облегчением выдохнули. Сражаться с кем-то на его или ее территории было самым глупым поступком. Если бы это место было территорией Цзэя, они бы никогда не сбежали. Даже такие воины, как Гаили Мантиси, находящиеся на территории эксперта того же уровня, рано или поздно были бы убиты. На своей территории, в своем собственном волшебном мире, он был единственным богом, который мог нарушить законы природы. Хозяин территории мог делать там все, что ему нравилось. Дайте мне узнать, зачем она сюда пришла. Шиянь встал. Сделав один шаг, он взмыл в небо, пробив световую защиту материка благодати. Он сидел на туманных облаках за пределами материка благодати, глядя вдаль на массивный астероид. Он крикнул двенадцати главы гигантской змее. Почему ты здесь, маленький дьявол, ты забыл своего старого партнера, когда у тебя появился новый? Цзэя естественно улыбнулась, усаживаясь на сияющий трон. Она внезапно двинулась к нему. После первого взгляда глаза Цзэя заблестели. Неплохо. У тебя теперь есть еще один клон души. Это неожиданно. Что ж, если он не убьет тебя и не поглотит, чтобы забрать твою душу, он никогда не сможет полностью восстановиться. Глава 1502 Время изменилось. Чего ты хочешь? Парящий в воздухе Шиянь выглядел спокойным. Сегодня он достиг пика бессмертной сферы. После слияния с другим происхождением он почувствовал, что его душа снова трансформировалась, и вскоре он может войти в сферу территориального предка. Теперь он не боялся Цзэя. Парень был уверен, что сможет уйти, когда пожелает. В этот момент перед ним появились тени. Это были Хиро и Мантиси, настоящие эксперты клана Белой Кости и Призрачного клана, несравненные существа в этой огромной вселенной. Кроме того, они были двумя из десяти великих территориальных предков. При этих обстоятельствах лицо Цзэя немного изменилось. Она ясно понимала, что Схиро и Мантиси здесь, поэтому она не может угрожать Шияню. Свуш, свуш, свуш. Появились новые тени. Это были Дракула, его жена, Мэйцзи и Гай. Они также были экспертами территориальными предками. Глаза Цзэя изменились, теперь она была немного напугана. Глядя на Шияня, она почувствовала головную боль. С каких это пор он смог собрать столько таких экспертов? Женщина была удивлена. Она знала, что бойцы сферы территориального предка, обладающие силой темной энергии, могут причинить ей вред. Эксперты такого уровня были пиком существования этой эпохи. Их форма жизни и сила концепции достигли крайнего уровня. В некоторых чудесных аспектах они были не так хороши, как существа абсолютного начала. Однако в реальном бою все было неплохо. Мы можем убить ее. Внезапно прошипел Хиро, его лицо наполнилось убийственной аурой. Милое лицо Мантиси изумительно сияло, когда она хихикала. Существа абсолютного начала обладают множеством способностей, и все их тела – сокровища. Если мы сможем убить ее, это будет хорошо для всех нас. Лицо Цзэя застыло. Глядя на Хиро и Мантиси, она внезапно осознала, что у нее не такая сильна поддержка, как у пожирателя. В клане пожирателей был Эдгар и Лабетт, которые достигли сферы территориального предка. В морской области небытия он был одним из семи великих кланов. Клан пожирателей развился до невероятного уровня и оказал большую поддержку пожирателю. Однако у нее был только Тяньси. Ни один из ее слуг не достиг сферы территориального предка. Другими словами, они не могли ей сильно помочь. В битве между такими экспертами они никак не смогли бы помочь. Глядя на Хиро, Мантиси, Гая, Мэйтзи, Дракулу и его жену, глаза Цзэя потемнели. Наконец она признала, что ей могут угрожать. Она задумалась на несколько секунд, затем рассмеялась. Ее мощная притягательная сила колебалась, атакуя умы всех воинов. Пока она смеялась, ее истинное тело покачивалось, притягивая астероид. Цзэя махнула рукой, и рядом с ней появилась Сесилия. Эта маленькая девочка глубоко любит тебя. Ты же не хочешь увидеть трагическую смерть, не так ли? Видишь ли, у нее на голове моя отметина. Она привела больше воинов. Учительницу Сесилии Лену, Гуляни Гулин из Секты Тысячи Фантазий, а также некоторых других лиц, знакомых Шииню, Адели Минхаа. Их всех затащили сюда с отметиной зеленой змеи на лбу. Цзэя оставила свою печать души, чтобы связать их души. Из-за этого Сесилия и остальные не могли даже пошевелиться. За ней стояло много людей, у которых были хорошие отношения с Сюяньхэ, Минхаа, Аделиди Карлосом. У всех было угрюмое, упрямое и отчаянное выражение. Шиянь повернулся, чтобы посмотреть на Сесилию. Сесилия наклонилась с горьким и печальным лицом. Она не разговаривала, просто стояла в недоумении. Шиянь внезапно почувствовал себя грустным. Кроме того, хотя этот хаотичный пространственный бассейн не моя территория, я могу немного изменить обстановку. Усмехнулась Цзэя, а затем всплеснула руками, ее движения были довольно мягкими. Затем люди увидели, как наступила темнота, и поднялись пространственные ленты с порывами ветра и метели. Я живу здесь сотни тысяч лет. Я знакома с этим местом. Я даже изменила некоторые области. Если вы будете драться со мной здесь, я не думаю, что вы одержите верх. Глядя на эту странную суматоху, Хиро и Мантиси почувствовали себя опечаленными. Они, похоже, действительно не были уверены. Если мы будем сражаться, обе стороны не смогут отступить невредимыми. Мы должны остановиться. Шиянь сохранил холодное лицо и фыркнул. И, если ты уже это знаешь, почему ты здесь? Ты не можешь меня убить. Почему тебе нужно стоять на моем пути? У тебя есть башня символов силы концепции? Цзэя скривила губы. Она в моих руках, ответил Шиянь. Когда это подтвердилось, Цзэя стала выглядеть возмущенной. Она ненавидела пожирателя, потому что, если бы он не снял ее печать души, у нее уже была бы башня символов силы концепции. Шиянь никогда бы не смог прикоснуться к ней. Но она знала, что ненавидеть другого бесполезно. Ты тоже знаешь секреты башни символов силы концепции? Внезапно спросила она. Это ключ к открытию врат абсолютного начала, ответил Шиянь. Услышав его, Цзэя была потрясена. Она не могла не закричать. Ты, как ты смог это узнать? Ах да, у тебя есть частички его души. Черт. В этот момент 12 змееголов закачались, как будто все они были в отчаянии. Если вы осмелитесь сражаться, мы постараемся убить существо абсолютного начала. Внезапно закричал Шиянь. Его крик был подобен удару грома, разбудившего Цзэя. Она не осмелилась разжечь бой, просто упорно оставалась на своем месте. Если ты будешь и дальше меня останавливать, мы не остановимся, пока кто-нибудь не умрет. Шиянь был чрезвычайно смелым. Сразу после этого он направился к материку благодати, разорвав эту область сильными взрывами и направившись ко входу на территорию. Богиня-мать Тяньси наблюдал, как группа Шияня уходит, и зашипел, чтобы напомнить ей. Однако Цзэя не приказал атаковать. Сторона Шияня не такая, как у нас. У него есть несколько территориальных предков, которые могут причинить мне боль. Как только мы начнем сражаться, даже если я смогу победить, потому что я лучше знакома с этим местом, мы сильно пострадаем. Все может быть даже хуже, чем в том году. Так что мы не должны быть импульсивными. После того, как команда Шияня ушла, Цзэя успокоилась. Размышляя, она сказала. Я должна быстро поправиться. Если я не смогу поглотить клоны Пустынного, мне нужно найти другой метод. Нам нужно отправиться в морскую область небытия. Когда я полностью выздоровею, я смогу победить как Пожирателя, так и Пустынного. Теперь это соревнование, кто выздоровеет первым. Я понял, сказал Тяньси. Цзэя посмотрела на него и почувствовала небольшое разочарование. Она сама тренировала Тяньси. Однако из-за состояния пустынной территории уровень Тяньси был ограничен. Он еще не достиг сферы территориального предка. Он не сможет помочь ей в будущей битве, если не достигнет этого уровня, и она действительно переживала за предстоящую войну. Материк Благодати незаметно пролетел через хаотический пространственный бассейн. Цзэя не беспокоила их, планету хорошо защищали Хиро и Монтиси. Хаотический пространственный бассейн не мог повлиять на материк Благодати, поэтому существа на континенте все еще могли совершенствоваться с помощью небесной и земной энергии. Все шло гладко и идеально. Шиянь тоже успокоился. Прежде чем они дойдут до входа на территорию, он сможет немного спокойно провести время. Семья Янь разместила воинов с других звезд на островах Бесконечного моря на материке Благодати. Семья Шан, Семья У, Семья Ся и Секта Бога Гу остались там на какое-то время. Все они были персонажами уровня Повелителя. Поскольку у них не было много времени, они не смогли привести всех членов своих сил. Они могли только привести свою семью и телепортироваться с Шияним на материк Благодати. На острове собирались Семья Шан, Семья У, Семья Ся, Секта Бога Гу и Юэ Шани с звездной области огненного дождя, наблюдая за необъятным небом без солнца, луны или какой-либо звезды. Анлия, Юэ Шани и Шан Чинь выглядели удрученными и вздыхали. Шиянь разрешил нам поселиться вместе, что он в конце концов хочет нам сказать. Шаджа играл со своими насекомыми Гу и неохотно покачал головой. Мы далеко от дома и не знаем своего будущего. Это чувство. Вздох. Я плохо себя чувствую. Значит, нашу родину вырезали. У Ли все еще была надежда. Мы никогда не вернемся туда снова. Если Шиянь не лгал нам, пустынная территория теперь не подходит для нас. Если ты вернешься туда, пустынный убьет тебя, сказала Юэ Шань. В тот момент, когда они разговаривали, Шиянь появился между ними, как призрак. Глядя на Юэ Шаня, Шан Чиня, Шан Ин Юэ и другие знакомые ему лица, парень чувствовал себя немного потерянным. В том году, когда район Агатовой звезды был захвачен и атакован кланом богов, эти люди не колеблись, протянули ему руку помощи. Шиянь всегда помнил об услугах. Таким образом, когда конец света настал на пустынной территории, он приложил много усилий, чтобы собрать их. Однако, слушая их разговор, Шиянь понял, что они еще не потеряли надежду. Я собираюсь вам кое-что показать. Это то, что я увидел, когда получил происхождение Адри. Вот как выглядит пустынная территория сегодня. Звездная энергия начала перемещаться и создавать сцены над головой Шияня. В этих сценах на множестве планет воины взрывались, а их духовные алтари разлетелись, как фейерверк, и так было везде, где проходил древний континент. У знакомых воинов не было шанса сопротивляться. Они были убиты мгновенно. Три звездные области объединились, чтобы создать настоящую пустынную территорию. Однако сегодня самые оживленные звезды жизни в пустынной территории имели своих существ, живущих в нищете, в то время как воины были уничтожены повсюду. В любом случае, на обычных людей это не повлияло. Шанчин и другие посещали различные планеты, они знали многих людей, а теперь наблюдали за тем, как эти знакомые воины взрывались, и их духовные алтари разрушались. Они побледнели от этого зрелища, тяжело дыша. Теперь они осознали, что, если бы они не ушли, жертвами этого ужасающего геноцида стали бы и они. Они больше не возмущались. Теперь они полностью доверяли Ши-Яню, так как знали, что он силой отвлек их от смертельной участи. Ши-Янь, спасибо. Теперь мы понимаем. Наконец-то мы понимаем. Ли оказалась подавленной. Все поблагодарили Ши-Яня за спасение. Старейшины семьи Уэ-Семьи Бай теперь знали, что это был их лучший шаг отправить своих воинов в зону Агатовой звезды в том году. Если бы они не помогли ему в том году, они бы погибли в этот момент, не имея шанса выжить. Глава 1503. Техника Великой Печати. Остров Реинкарнации. Море Кьера. Бескрайнее море. Это был остров, на котором жила и развивалась семья Ся. Император Ян Тянь помог семье Ся остаться на этом острове. На берегу острова Реинкарнации было несколько изысканных и удобных бамбуковых домов, и Ся Синьянь занималась совершенствованием именно там. Воины боевой лиги также жили на острове Реинкарнации. Фэн Хан, Фэн Ян и Циньц засчитали остров своим новым домом. Все они знали об ужасной бойне на пустынной территории, и было бы очень трудно вернуться туда. Таким образом, им пришлось приспосабливаться к странным и новым условиям здесь. На остров Реинкарнации приземлился силуэт, идущий прямо туда, где совершенствовалась Ся Синьянь. Это был Ди Карлос, великий мастер пространственной силы концепции. Ся Синьянь была одета в элегантное длинное зеленое платье и смотрела на глубокое синее море. Увидев Ди Карлоса, она очень удивилась. Ты пришел сюда, чтобы увидеть меня? Для чего? Ди Карлос мысленно вздохнул и достал тонкую маленькую книгу. На обложке книги было много сложных извилистых линий, из которых исходила чистая пространственная энергия. Тебе следует прочитать и понять пространственную силу концепции, содержащуюся в этой книге. Твоя собственная сила концепции и пространственная сила концепции помогут применить технику Великой Печати, которую мой учитель создал в том году. Он рассказал ей о желании своего учителя, а затем сказал. Я не мечтаю быть твоим учителем, потому что я знаю, что не подхожу. Но я умоляю тебя развить пространственную силу концепции, чтобы ты могла использовать наследие моего учителя, сказал он торжественно. Ся Синьянь была удивлена. Когда Ди Карлос подарил ей огромное количество божественной силы, она скептически отнеслась к его мотивам. Она думала, что у него есть какой-то план, о котором она понятия не имела. Девушка была на стороже, так как думала, что у него был какой-то бунтарский план. И теперь она наконец все поняла, что заставила уважать его еще больше. Чтобы исполнить желание своего учителя, Ди Карлос отдал такое сокровище, что очень удивило Ся Синьянь. Она подняла руки, желая взять тонкую книгу, свушь. Но в этот момент внезапно появилась миниатюрная фигурка. Она улыбнулась и взяла книгу. Когда она держала ее, ее лицо выглядело странным. Это бескрайнее море кажется мне интересным. Посмотрим, стоит ли совершенствовать пространственную силу концепции. Это была Монтиси, эксперт в сфере территориального предка из призрачного клана. В этот момент она была ключевой фигурой, защищавшей материк благодати от опасностей в хаотическом пространственном бассейне. Паря в облаках материка благодати, она заметила, что к Ся Синьянь подошел мужчина. Поскольку она считала Ся Синьянь своей единственной ученицей, она планировала рассказать об этом Шииню. Она решила передать Ся Синьянь свою унаследованную силу времени концепции. Она увидела, как Ди Карлос дал Ся Синьянь тонкую книгу, прося ее развивать пространственную силу концепции, что немедленно вызвало у нее тревогу. Ся Синьянь должна была развить силу времени до высшей сферы, но сейчас был не лучший шаг для совершенствования пространственной силы концепции. Монтиси думала, что это повлияет на развитие Ся Синьянь. Таким образом, она не могла ни прийти ли не вмешаться в это. Слияние времени и пространства для создания моря времени и пространства, замораживание времени и пространства. У Монтиси было презрение на лице, но, немного прочитав книгу, она была потрясена внутренне, а ее глаза заблестели. Это интересная идея. Ух ты! Есть даже четкая последовательность. Неплохо, неплохо. Это действительно возможно. Затем она сказала. Маленькая девочка, тебе не нужно развивать пространственную силу концепции. Смешивание двух сил повлияет на твой прогресс. Поскольку ты совершенствуешь только одну силу концепции, ты – золотая неочищенная руда. После того, как я помогу тебе, ты достигнешь превосходных высот. Монтиси держала книгу, повернувшись к Дикарлосу, она сказала. Что касается этой техники Великой Печати, я поговорю с Шиенем, чтобы узнать, не хочет ли он попробовать ее. Лицо Дикарлоса застыло. Монтиси находилась во втором небе сферы территориального предка. Она была бесподобным существом в морской области небытия. Как мог Дикарлос восстать против нее? Почему ему пришлось с ней бороться? Он выглядел печальным, стоя сбитым с толку, потому что не знал, что и как возразить. Он мог только вздохнуть. Иди сюда. Монтиси накрутила прядь волос вокруг пальца, отправив Шиеню сообщение. Неподалеку от них Шиянь объяснял текущую ситуацию Шанчиню, Юишаню и другим. Он получил сообщение, поэтому оставил группу воинов и отправился на остров реинкарнации. «Предшественница Монтиси, почему ты позвала меня сюда?» Шиянь пришел, затем подошел кся Синьяни и просиял. «О, я понял. Ты пришла сюда просить мою девушку?» «Ха-ха, поскольку я знаю, что ты практикуешь силу времени концепции, я хотел попросить тебя взять ее в ученики». «Похоже, у тебя такая же идея, не так ли?» Синьянь, предшественница Монтиси, несравненный эксперт по силе времени концепции. «Для тебя будет хорошо следовать за ней», — сказал Шиянь с суровым лицом. «В этой огромной вселенной только она совершенствует силу времени концепции, находясь в сфере территориального предка. Ты не должна упускать этот шанс ни на что». Ся Синьянь была тронута, ее глаза загорелись. Через несколько секунд она улыбнулась, кланясь. «Интересно, есть ли у меня шансы, предшественница?» «Ах, ха-ха». Монтиси весело рассмеялась. «Тебе трудно найти мастера, преподающего силы времени концепции, и то же самое для меня, найти хорошего ученика. С того момента, как я тебя увидела, я приняла решение. Даже если бы этот ребенок Шиянь не хотел этого, и мне пришлось бы украсть тебя, я бы сделала это не задумываясь». Услышав ее, Ся Синьянь сладко улыбнулась. «Итак, учительница согласна принять меня?» «Конечно, я согласна». Монтиси была счастлива. Она протянула Шияню тонкую книгу. «Послушай, эта техника действительно интересна. В ней используются силы пространства и времени, чтобы запечатать пространство и остановить время. Это абсолютная печать. По мнению автора, если эксперты, практикующие силы времени и пространства, будут сотрудничать, печать может ограничить всю территорию. Это похоже на постоянную ледяную печать». Шиянь был удивлен. Он получил книгу и внимательно ее изучил. Учитель Де Карлоса и Минхаа был легендарным экспертом. Он были грандмастером пространственной силы концепции, достигнувшей примечательной вершины. Он сражался с кровожадным и потерпел поражение. Впоследствии сила коррозии концепции уничтожила его до смерти. После своего поражения он провел остаток своей жизни в поисках способа справиться с кровожадным. Техника, описанная в этой тонкой книге, была создана им. Требовалось слияние сил пространства и времени, чтобы создать великую печать, которая могла запечатать все, будь то пространство или пылинка. По его словам, эксперт должен был использовать пространственную силу концепции, чтобы создать небольшое пространство и ограничить цель, а затем полностью запечатать это пространство. Ограничение пространства могло удержать тело существа, но не могло остановить душу. Другими словами, существо с интеллектом могло использовать энергию души, а это означало, что оно могло использовать темную энергию, чтобы сокрушить это пространство. Однако, если эксперт остановит время в этом процессе, когда время остановится, мысли и душа существа будут запечатаны. Душа остановится в определенный момент, и это ограниченное существо не сможет думать или использовать энергию души. Пространство ограничивало тело, а время приостанавливало мысли. Когда две силы концепции использовались одновременно, вместе они могли запереть как тело, так и душу цели, что было настоящей печатью. Цель не сможет использовать энергию тела, а его инстинктивная реакция не сможет разорвать ограничивающие пространства. В то же время его душа не сможет думать, чтобы побудить силу концепции или темную энергию разрушить это заключение. Он будет заключен в тюрьму в фиксированном времени и пространстве. Если ему кто-то не поможет, цель никогда не очнется. Теоретически, если бы эксперты были достаточно сильны, чтобы наложить эту великую печать, они могли бы ограничить не только некоторые существа, но и всю территорию планеты. Хотя твой учитель ушел, техника, которую он изобрел, действительно жестокая. Шиян изучил книгу, и его лицо изменилось. К сожалению, твой учитель не развил силу времени. Иначе, как только он смог бы наложить эту великую печать, даже если кровожадный не был бы убит кланом Бога, твой учитель смог бы полностью запечатать его. Ты должен изучить технику. Возможно, нам это понадобится позже. В любом случае, тебе не нужно практиковать две силовые одновременно, так как два эксперта, практикующие две нужные силы, могут объединиться для создания эффекта. Мантиси нежно улыбнулась и, встав на цыпочки, похлопала Шияня по плечу. Не волнуйся. Я передам Синьянь силу времени. Позже вы, ребята, сможете объединиться, чтобы запечатать всех, кого ненавидите. Как тебе такое? Она не стала брать эту книгу, так как думала, что было бы лучше позволить Шияню сохранить ее, на случай, если Синьянь передумает, и она захочет развить пространственную силу концепции, что замедлит ее прогресс в изучении сил времени. Следуй за мной, мы должны найти место для разговора. Мантиси нежно взялась Синьянь за руку, и поднялась над морем с яркой и широкой улыбкой. Они напоминали двух сестер, и младшая вцепилась в старшую. Со своей миниатюрной фигуркой маленькой девочки она совсем не походила на учительницу. Тебе следует сохранить эту небольшую книгу и найти своего ученика, который мог бы развивать пространственную силу концепции. Морская область и небытия действительно огромна. У тебя будет много шансов. Дождавшись, когда Мантиси уйдет, Шильянь сунул тонкую книгу в руку Декарлоса. Сясиньяния разные. Для нее уже поздно развивать еще одну силу концепции. Декарлос выдавил улыбку. Он кивнул, затем отвернулся и ушел. Шильянь нахмурился, все еще думая о Великой Печати, использующей силы пространства и времени. Он понимал, что эта техника, созданная учителем Декарлоса, действительно устрашающая. Он хотел посмотреть, что из этого может получиться. Если бы это сработало, эта абсолютная печать была бы очень полезной и даже могла бы изменить мир. Глава 1504. Путь вперед. Хаотичный пространственный бассейн был заполнен яркими и красочными космическими лентами. Голубая планета катилась к входу на территорию. В бескрайнем бесконечном море множество маленьких островов, похожих на песчинки, было разбросано в каждом углу. Сегодня на этих островах собрались воины разных рас. Остальные области на этом континенте остались прежними. Обычные люди были напуганы, когда мир изменился. Однако после того, как они поняли, что их жизни не было причинено никакого вреда, они продолжили жить в мире. Только бесконечное море с множеством толп воинов из других звездных областей стало самым оживленным и шумным. За горным хребтом на бессмертном острове. Хиро, Мантиси, Дракула и другие эксперты, собранные шили ним. Хиро заговорил. Морская область небытия очень впечатляющая. Это хаотичное, искаженное место, в котором нормальные звезды жизни не могут выжить. Магнитное поле будет притягивать земную и небесную энергию к звездам жизни. После того, как мы пройдем через вход на территорию, предлагаю перенести эту планету на естественную территорию. У нашего клана Белой Кости много естественных территорий. Если ты не против, я... Ну, поскольку у вашего клана Белой Кости есть естественные территории, ты думаешь, что у нашего призрачного клана их нет? Шияни Мэйтзи из моего клана вместе. Его можно считать наполовину нашим членом. Зачем ему идти на естественной территории клана Белой Кости? Мантиси закатила глаза и прервала Хиро. Затем она повернулась к Шияню и засияла, как цветок. Я могу отдать вам естественную территорию. Ты будешь хозяином территории. Что скажешь? Сюаньхэ, Минха, Фредерик, Император Янтянь, Фувы и Кровавый Дьявол были здесь, поскольку они были персонажами, которые могли повлиять на решение Шияня относительно материка благодати. Как вы классифицируете территории? Вмешался Сюаньхэ. Гай объяснил с легкостью. Конечно, мы разбили территории по категориям. Территории бывают изысканными и естественными. Обычно условия изысканных территорий экстремальные. Например, после того, как воин развивает силу огня концепции, достигая сферы территориального предка, он может создать территорию. Однако у такой территории будет только один атрибут. Он будет наполнен огнем и раскаленной лавой. Такое место подходит только для воинов, практикующих силу огня концепции. Воины в сфере территориального предка могли очищать и развивать свои зарождающиеся пространства. Атрибуты территории соответствовали силе концепции, практикующей экспертами. Если у эксперта была только одна сила концепции, его территория имела только один атрибут. Обычно такие территории не подходят для существ низкого уровня. Кроме того, они не открыты для внешнего мира. Гай посмотрела на Хира и Дракулу. Увидев, что они кивают ему, показывая, что он должен объяснить больше, он продолжил. На такой территории есть хозяин. Пребывание на такой территории означает, что хозяин может контролировать вашу жизнь. Таким образом, немногие люди осмеливаются совершенствоваться на чужой территории, если они не подчиняются хозяину территории. Слушая его, Сюянх и Минха посмотрели друг на друга и кивнули, поняв, это неправда. Шиянь сузил глаза и потер подбородок, когда его подозрение возросло. Пустынная территория – это изысканная территория, верно? Однако у нее не только один атрибут. Здесь можно практиковать многие атрибуты, такие как молния и гром, лед, пламя, даже смерть и тьма. Это отличается от того, что ты только что сказал. В этот момент Хира из клана Белой Кости улыбнулся и вмешался. Среди стольких территорий в этой огромной вселенной пустынная территория – исключение. Я уверен, что ни одна из известных мне изысканных территорий не является более странной и волшебной, чем пустынная территория. Затем Хира посмотрел на небо над своей головой, и возникло сияющее золотое море. Постепенно оно превратилось в размытое море золотого света. Внутри плотной золотой атмосферы несколько металлических планет двигались и спускали холодную ауру металлов. Это была металлическая территория. Возьмем, к примеру, мою территорию. Подходит только для воинов с силой металлоконцепции. Конечно, там могут выиграть только воины низшего уровня. Воины, начиная от сферы изначального бога и выше, будут затронуты моим пониманием силы металла, если они будут практиковаться на моей территории. Это станет для них ограничением. Хира указал на металлическую территорию и объяснил далее. Большинство других территорий похожи на мои. При разной силе концепции территории будут выглядеть иначе. Однако ни одна из них не смогла достичь магического уровня, подобного пустынной территории. Сделав паузу, Хира продолжил. Поскольку пустынный – существо абсолютного начала, он знает множество загадочных и чудесных вещей. Кроме того, возможно, это связано с имеющимся у него божественным оружием. Я слышал, что божественное оружие пустынного связано с небесным творением. Это также причина, по которой другие существа абсолютного начала нацелены на пустынного. Божественное оружие абсолютного начала, связанное с небесным творением, на лице Шияня отобразился страх. Он подумал, а затем сказал. Значит, пустынная территория – это пришелец среди изысканных территорий? Кроме этого, никакая территория так не выглядит? Хира, Дикарлос и Монтиси кивнули. А как насчет естественных территорий? Спросил Шиянь. Это легко объяснить. Естественные территории созданы природой. Обычно энергия земли и неба на этих территориях не такая густая, как энергия на изысканных. Даже условия там могут быть немного суровее, там могут жить и развиваться войны с разной силой концепции. Монтиси улыбнулась. Ее миниатюрное лицо было прекрасным. Ты узнаешь больше подробностей, когда мы туда доберемся. Хорошо, я выберу лучшую территорию из естественных территорий, которыми управляет наш призрачный клан. Если ты согласен, когда мы доберемся до входа на территорию, я сделаю проход. Что думаешь? Все повернулись к Шияню. После стольких инцидентов Шиянь стал настоящим хозяином этого континента. Ценили только его решение. Если он согласится, остальные не смогут вмешиваться. Верно ли, что материк благодати не может существовать в морской области небытия? Шиянь колебался. Морская область небытия хаотична и искажена злыми магнитными полями. Как только нормальная планета попадет в эти искривленные магнитные поля, она разорвется на части. Никто не знает причин, но это правда. Семь великих кланов испытали это. Мы отправили туда обычную звезду жизни и вскоре увидели, как она разорвалась в дребезге, сказал Хира. Он не хотел, чтобы Шиянь пытался, потому что они проверяли это сто раз. Итак, я должен выбрать территорию клана Белой Кости или Призрачного клана. Шиянь выдавил улыбку. Другого выхода нет, сказали одновременно Хира и Мантиси. Тогда надо выбрать ту, которая близко обоим кланам. Хэм, пожалуйста, устройте это для меня. Он взглянул на Мэйтзи и увидел, что ее красивые глаза умоляют, поэтому он добавил. Да, та, которая принадлежит Призрачному клану. Глаза Мэйтзи выглядели счастливыми. Мантиси тоже улыбнулась. Хира, похоже, это предвидел. Он кивнул и ничего не сказал, отводя Мантиси в сторону, чтобы продолжить обсуждение. Интересно, что будет, когда мы окажемся в чужом мире? Эх, я никогда не думал, что однажды мне придется покинуть свой дом и жить в чужом мире, вздохнул кровавый дьявол. У всех этих территорий есть входы в морскую область небытия. Обычная территория – подходящее место для обычных людей и воинов низшего уровня, где они могут жить и совершенствоваться. После того, как воины достигнут определенного уровня, они могут отправиться в морскую область небытия. Морская область небытия – центр всех территорий. Хотя энергия там причудливая и искаженная, она также скрывает множество неизвестных, таинственных чудес. Это гораздо более подходящее место для воинов высокого уровня, чтобы исследовать его и готовиться к приключениям. Император Морская Акула внезапно заговорил после долгого молчания. Он посмотрел на Минха и Сюаньха и сказал, вы можете заселить эту планету на территории призрачного клана. Воины вашего уровня могут пройти в морскую область небытия через входы на территорию, чтобы развиваться на более крупной арене. Ваши внуки и подчиненные могут остаться совершенствоваться на этой планете. Пока они бездействовали, Император Морская Акула и Шэньжэнь были похожи на чужаков, которые не общались с окружающими воинами. Но когда они собирались подойти к входу на территорию, он наконец заговорил с Шиэнем. Задумавшись на некоторое время, он сказал, Шиэнь – этот континент имеет плотную энергию земли и неба. Это действительно хорошо для воинов низшего уровня, особенно в этом районе моря. Он смотрел на бесконечное море позади него. На этом морском дне также есть члены морского клана, однако их уровни слишком низки. Если ты не возражаешь, прежде чем ты войдешь на территорию призрачного клана, пожалуйста, дайте мне 15 минут. Я хочу привести своих собратьев с морского дна моря уничтожения, чтобы они жили на морском дне бескрайнего моря. Не волнуйся, я буду их хорошо контролировать. Я не позволю им повлиять на членов морского клана в этом море. Если он это сказал, конечно, он все уже рассчитал. Поскольку он помог Шиэню, напав на Нептуна и Феррелла в море уничтожения, он оскорбил пять кланов, что сильно беспокоило его клан. Ему было жаль своих товарищей, потому что пять кланов все время нацеливались на них. На материке благодати он долгое время наблюдал и обнаружил, что энергия земли и неба в этой области была густой. Морское дно бесконечного моря действительно подходило для воинов морского клана. Это было даже лучше, чем море уничтожения. Он был тронут и попытался найти возможность поговорить с Шиэнем. На этот раз я пригласил тебя на пустынную территорию, чтобы отплатить за твою услугу. Неожиданным было то, что пустынный проснулся раньше, поэтому нам пришлось уйти. Мне очень жаль. Конечно, я тебя поддерживаю. Более того, я хотел бы попросить позаботиться о членах морского клана в Бесконечном море. Пожалуйста, помоги ему улучшить свои уровни, сказал Шиэнь. Император Морская Акула выглядел счастливым и улыбнулся. Спасибо. Мне нужно кое-что тебе сказать. Дракула отвел Шиэня в сторону, его лицо было суровым. Он был самым старым человеком в клане Белой Кости. За то, что Шиэнь воскресил его, он был благодарен. Он потянул Шиэня и посмотрел ему в глаза, понизив голос он сказал. Я обратил внимание, и я увидел кровавую отметку, наглобел ли воинов, которым ты даровал энергию. Это правда? Шиэнь был удивлен. Да. А что с этой отметкой? Эта печать принадлежит тебе, но ты создал ее сам? Спросил Дракула. Нет, покачал головой Шиэнь. Дракула изменился в лице и серьезно сказал. Тогда это вызовет неприятности. Глава 1505. Последние слова кровожадного. Насколько велики будут неприятности? Шиэнь был поражен, когда почувствовал серьезность в голосе Дракулы. Дракула ответил ему не сразу. Он повернулся к Сюэньх и Фредерику, а затем к императору Ян Тяниф и Лану. У этих людей был четкий след на лбу. Это была всего лишь маленькая отметина, но она разделяла воинов кровожадной силы и остальных. Много лет назад кровожадный, получивший свои 8 злых сил концепции, дал своим последователям отметину кровавых облаков на лбу. Только члены кровожадной силы имели этот знак, как будто это был гребень 8 великих ветвей. Это было проблемой? Шиэнь занервничал. Мы должны поговорить в другом месте. Это не подходящее место. Дракула задумался, вскочил и удалился из Бессмертного острова. Вокруг Бессмертного острова было много островов и островков. Хотя это были всего лишь скалистые острова, они также обладали обильной земной и небесной энергией. Дракула улетел на отдаленный островок. После того, как он приземлился, он собрал свои мысли и заговорил с Шиэним, как только тот прибыл. Я уверен, что ты видел похожие отметины на слугах Хои и Пожирателя. Например, рабы души Хои имеют темно-зеленую змеиную метку, а подчиненные Пожирателя – темную вихревую метку. Верно, кивнул Шиэнь. У членов пожирающего клана, таких как Эдгар и Лобитт, разные отметки. Ты знаешь почему? Почему Эдгар и Лобитт были созданы кровью, телом и душой Пожирателя? Он считает их своими детьми. Конечно, он не оставит на них отпечаток раба души. Этот знак – порабощающий. Как только его получают, то становится слугой, которому никогда не избежать жизни в рабстве. Дракула глубоко вздохнул, его лицо было суровым. Кроме того, знак души очень жесток. У него такая же аура, что и у хозяина. Когда хозяин умирает, это влияет на души рабов. Их души мгновенно погибают. Пожиратель считает Эдгара, Лобитта и воинов клана Пожирателей своими детьми, а не рабами. Таким образом, у них нет отметки души. Он был самым древним предшественником. Он был высокоразумным существом, рожденным после Эры Абсолютного Начала. Он знал, насколько свирепыми и жестокими были эти сильные создания Абсолютного Начала. Знак души был тем, что могли создать только существа Абсолютного Начала. Как только воины были запечатлены, их души и жизни были ограничены. Они должны были быть чьими-то рабами до конца своей жизни. Этот знак был клеткой, которая могла сковывать воинов, пока они не умрут. Слушая Дракулу, Шиянь замер. Он понял, почему Дракула хотел скрыть этот разговор от Сюаньхэ, Минхаа и Фредерико. Если бы Сюаньхэ, Минхаа и другие узнали, что у них есть порабощающая метка, как бы они себя чувствовали. Моя отметка существует с того момента, как я получил наследство. Шиянь погладил свой лоб, который был гладким без каких-либо следов. Метка, существующая в его душе, не появлялся на его коже, как у Сюаньхэ. Только когда он передавал свою энергию другим, она смутно проявилась. Если это так серьезно, разве я чей-то раб? У Шияня изменилось лицо, его глаза светились резким светом. Этот знак исходит от кровожадного. Он не был существом Абсолютного Начала. Как он мог ее оставить? Поскольку знак все еще существует, значит, он еще жив? В его голове возникла серия сомнений. Он погладил кольцо кровавых жил и стал исследовать свои воспоминания. Проглотив духовный алтарь Путая, он получил все воспоминания о духе кольца. В этот момент он тщательно искал. Однако в воспоминаниях Путая он не нашел ничего, связанного с этой меткой. Он не нашел ничего похожего. Это обеспокоило его еще больше. Он знал, что это нехорошо. Дракула посмотрел на него глубокими глазами. Через некоторое время он сказал, подчеркивая каждое слово. Эта кровавая метка должна быть последней частичкой кровожадного. Шиянь почувствовал, как что-то взорвалось в его голове. Оставшаяся душа кровожадного, великий король дьявол пустынной территории, тот, что заставил пожирателя замолчать, еще не умер. Был ли он таким смелым? Перед этим разговором я спросил Сыаньха и Минха об особенностях кровожадного. Он был создан пустынным из сущности четырех великих созданий. Однако пожиратель повлиял на него и дал ему пожирающую силу концепции с восемью злыми силами. Кровожадный на самом деле был частью существа абсолютного начала. Не будет ошибкой сказать, что он был существом абсолютного начала. Он получил силу от тела пустынного, поэтому он знал секретную технику метки души. Это нетрудно объяснить. Голос Дракулы был серьезным, как и лицо. С магическими чертами метки души, если это злая метка, когда кровожадный умрет, Сюаньха, Фредерик и те, у кого есть метки, мгновенно погибнут. Сюаньха все еще жив. Таким образом, есть два способа объяснить это. Этот знак души не может быть злым. Он умер, но рабы его души все еще живы. Если она все же злая, значит, он еще не умер. Клочок его души остается в этом мире. Отметка в твоей душе должна быть там, где укрывается его последний сгусток души. Сделав паузу, Дракула прошипел. Если это правда, то однажды он может проснуться и использовать эту метку, чтобы заменить тебя, используя твою кровь, плоти духовный алтарь, чтобы воскресить себя. Это было похоже на раскат грома в мозгу Шиеня. Его лицо стало темным и зловещим. Дракула повернулся к нему. Больше он ничего не сказал. Если бы Шиянь был достаточно решительным, он знал, что делать дальше. Таким образом, он просто молча наблюдал за ним. Шиянь излучал мрачную и холодную ауру, похожую на лед. Менее чем через 10 минут он улыбнулся. Несмотря ни на что, я должен тебя поблагодарить. Независимо от того, что это такое, я сделаю это сейчас. Я избавлюсь от нее. Дракула кивнул ему. Тогда я могу успокоить свой разум. Он не задержался и превратился в мрачный свет, покидая место. После того, как он исчез, Шиянь долгое время хранил молчание. Внезапно он зарылся в землю острова. Когда его тело исчезло, образовались слой темных облаков. Внутри темных облаков вспыхнули молнии, создав барьер, который мог помешать всем действиям, связанным с восприятием сознания души. Даже воины уровня Хира и Монтиси не могли вторгнуться в это место. Поскольку это был материк благодати, континент принадлежал Шииню. Внутри островка твердый камень и душа естественным образом разделились, как будто бог только что создал там простую каменную комнату. Эта каменная комната была закрыта, чтобы сюда не проникали ни ветер, ни свет. Шиянь остался в комнате и начал наблюдать за своим духовным алтарем. Он собрал свое сознание души и создал катящиеся волны, чтобы связать свою душу. Прозрачная душа, парящая над зарождающимся пространством, имела небольшую кровавую отметку на лбу, где было множество извивающихся линий души, похожих на крошечных змей. Поглощение. Черная дыра возникла и превратилась в черный вихрь, который сжался и вошел в душу через лоб. Черный водоворот столкнулся с меткой на случай, если что-то случится, с чем Шиянь не сможет справиться. Полосы звездного света пришли со смертью, тьмой и многими другими силами концепции, чтобы установить барьеры внутри черной дыры. После того, как все было готово, Шиянь превратился в струю света, которая пронзила цель. Это был первый раз, когда он подошел к следу крови в своей душе. Красные облака, которые выглядели так, как будто они были сделаны из крови, собрались. Когда сознание души Шияня вошло туда, он внезапно почувствовал раздражение, как будто он не мог контролировать свое сердце. Он хотел утонуть в жажде резни. Это был эффект морского облака крови. Его сознание души парило над морем облаков. Он пытался понять, есть ли здесь аура. Он хотел решить проблему, которая беспокоила его годами. Внезапно море облаков закружилось. Появились четкие образы, и Шиянь увидел мужчину, который был довольно высоким и крепким, с властными задатками. У него были длинные огненно-красные волосы, подчеркивающие его красные, похожие на солнце, глаза. Он убивал многих воинов. Шиянь мог чувствовать непобедимую, подобную повелителю ауру через изображение. В его сознание души была отправлена вибрация. Шиянь был тронут. Это было похоже на гигантского демогаргона в древности, который смотрел в небо и ревел. Гигант демогаргон хотел убить всех существ и даже разорвать изображение, которое видел Шиянь, чтобы прыгнуть в этот мир. Это была атмосфера души, которую он не мог описать. Каждый образ, который он видел, описывал гиганта демогаргона, который покорил землю и небо и подчинил себе других существ. Постепенно изображения уменьшились и образовали четкий рулон изображений. На этой картинке здоровенная, кроваво-красная фигура сражалась с огромным, похожим на осьминога существом. Все небо потемнело и рухнуло из-за их битвы. Звезды вокруг них непрерывно взрывались. Шиянь ясно это понимал. Это была битва между Пожирателем и Кровожадным. Картина заставила его закипеть от желания, как будто он своими глазами увидел, насколько смелым и бесподобным был Кровожадный. Это последнее изображение было воспоминанием, которое Кровожадный оставил глубоко в своей душе. Оно не включало битву между ним и Владыкой Богом или многими экспертами, которые сражались с ним. Это доказало, что Кровожадный не считал Владыку Бога своим равным соперником. В его воспоминаниях битва с Пожирателем была пиком его жизни. Это воспоминание никогда не исчезало из его памяти. Когда изображения исчезли, волшебное море кровавых облаков стало тонким, а отметка в душе шиеня начала растворяться. Неясный, древний низкий голос послышался в его голове. Мой наследник, наконец, ты пришел сюда. Это означает, что ты всего в шаге от сферы территориального предка. Это последний след, который я оставил в этом мире. В этот момент он исчезнет, и меня похоронит окончательно. Моя жизнь, та, которую тебе только что показали, будет для тебя руководством к дальнейшему процветанию. К тебе у меня только одна просьба. Поглотить и очистить пустынного и Пожирателя. Мое существование и вся моя жизнь, это просто жертва, чтобы соревноваться с ними. Ты мой наследник и тот, на кого я возлагаю надежду. Пожалуйста, помоги мне их уничтожить. Глава 1506. Далекое путешествие. Бессмертный остров. Сюаньхэ, Фредерик и Минхэ находились в трех разных местах и рассказывали своим воинам о текущей ситуации. Когда материк благодати вошел на чужую территорию, они устроили своих воинов, чтобы они лучше совершенствовались. Эти воины практиковали силы смерти, трупные цели силы контроля души. Когда они были на пустынной территории, они рассредоточились и тайно работали на Сюаньхэ и двух других. Они были резервной силой. Какой-то инцидент произошел незаметно. Во время разговора со своими воинами Сюаньхэ обнаружил, что их кровавые метки медленно исчезают, как если бы кто-то их стирал. Это было так странно. Затем Сюаньхэ заметил, что его воины смотрят на него испуганными глазами. Он достал зеркало, чтобы проверить собственное лицо. Кровавая метка на его глобелле медленно волшебным образом исчезла. Сюаньхэ был напуган. Он не знал, что происходит. Он бросил своих воинов и отправился на поиски Фредерика и Минхэ, чтобы узнать, знают ли они ситуацию. То же самое случилось с воинами кровожадной силы. Кровавая метка на их лбах исчезла. Когда Сюаньхэ был потрясен, Минхэ и Фредерик почувствовали то же самое. Император Янтянь, Кровавый Дьявол, Фэйлан и другие были в панике. Это был страх неизвестности. Тени двигались быстро и собирались на бессмертном острове. Эти люди принадлежали к кровожадной силе. Независимо от того, где они получили наследство, у них была одна и та же кровавая метка. В этот момент все их метки исчезли. Что случилось? Кровавый Дьявол, Император Янтянь, Фэйлан, Леона и Като увидели, как прибыли Сюаньхэ и Минхэ. Увидев остальных без метки, они испугались еще больше. Что произошло? Почему все наши метки исчезают? Это означает что-то ужасающее? Закричал Като. На скале недалеко от них Дракула наблюдал за группой Сюаньхэ. Видя, что их метки исчезли, он тоже был настроен скептически. Он повернулся и увидел островок, на котором скрывался Шиянь. Прошло полмесяца, что с ним произошло. Дракула задумался, его лицо стало серьезным. Он боялся, что с Шианним случилось что-то неожиданное. Когда воины кровожадной силы были беспокойными и неуверенными, Шиянь волшебным образом появился между ними из ниоткуда. Все сразу же собрались вокруг него и поспешили спросить, в чем была причина. Вам комфортно или нет? Шиянь улыбнулся. Когда Сюаньхэ, Минхаа и Фредерик услышали это, они были сбиты с толку. Когда их метки исчезли, их переполнил страх, поэтому у них не было времени проверить другие детали своих тел. После вопроса Шияня, они взяли себя в руки и проверили свои тела, после чего на их лицах отобразилось потрясение. Все они выглядели непринужденно и комфортно, поскольку оковы в их душах были сняты. Многие из них чувствовали себя свободными и даже чувствовали, что вдыхаемый ими воздух был более свежим и прохладным, чем обычно. Некоторым из них, чьи сферы годами оставались на месте, казалось, что они вот-вот взлетят в небо. Они были невероятно взволнованы, но посмотрели на Шияня вопросительно. Им нужно было быстрое объяснение. Кровожадный использовал секретную технику, чтобы создать эту метку. Это похоже на метку порабощения, которую Хуи и Пожиратель наложили на своих рабов. Однако ваши метки не связывали ваши души. Это не убило вас, когда он умер. По сравнению с Хуи и Пожирателем, Кровожадный был более гуманным. Глядя на них, Шиянь непрерывно говорил. У этой метки были некоторые магические функции. Он мог узнать ваше местонахождение и состояние по метке. Он мог даже знать ваши мысли. Это была невидимая клетка, которая сковывала всех вас. У всех были темные лица. Однако так больше не будет. Когда метка исчезла, вы стали свободными, Шиянь улыбнулся. После того, как его последний сгусток души исчез, все отметины исчезли. Вы больше не сможете полагаться на энергию, которую я вам дал. В любом случае, без этой метки ваши уровни увеличатся. Это и хорошие, и плохие новости одновременно. Свобода важнее накопления энергии. Сюянь Хуи первым выразил свое мнение. Наша жизнь важнее всего. Фредерик кивнул. Он его душа пыталась овладеть твоим телом? Тихо спросил Мин Хаа. Шиянь некоторое время молчал, а затем сказал. Нет. Его последними словами была просьба, чтобы я убил пожирателя и пустынного. Его существование и его трагическая жизнь были жертвой, чтобы соревноваться с пожирателем и пустынным. Он понимал, что даже если он получит мое тело из-за ограничений его души, он не сможет победить пожирателя и пустынного. Таким образом, он отказался от этого. Ему пришлось пожертвовать собой, чтобы возложить на меня свои надежды. Он надеялся, что я смогу исполнить его желание, жизненную цель, которую он еще не достиг. Уничтожение пустынного и пожирателя. Слушая его, Сюянь Хуи, Фредерик и Мин Хаа были подавлены, вздыхали и стонали. Они были расстроены, потому что у них больше не было кровожадной силы. Повелитель, который гордо бродил по пустынным территориям 10 тысяч лет, упустил свой последний шанс возродиться и возложил свои надежды на Ши Яня. Он попросил парня исполнить его желание. Отныне ваши души ни к кому не привязаны. Вы можете стремиться к более высокой сфере. Конечно, нужно накапливать энергию. Для прорыва потребуется больше времени, сказал Ши Янь. Сюянь Х и остальные кивнули, показывая, что они все поняли, а затем улыбнулись. Казалось, что они уже приняли это. Время летело, как текущая, непрекращающаяся река. Материк благодати направлялся ко входу на территорию внутри хаотического пространственного бассейна. Воинов разместили на разных островах. Они хорошо практиковали и жили. В это время Ши Янь не совершенствовался. Он покинул бесконечное море, чтобы посетить землю Тихого облака, Великую Божественную землю, черный ядовитый туман и прибрежную зону на краю моря. Он встретил много людей. Он встретил Му Юй Де на земле Тихого облака. К счастью, Му Юй Де вернула свою изящную внешность. Она прорвалась через сферу, ограничивавшую ее долголетие. Однако прошло столько лет. Несмотря на то, что Му Юй Де достигла новой сферы, пропасть между ними была подобна небу и земле. Он был просто старым другом, который приходил к ней в гости. Не более того, на Великой Божественной земле он прибыл в город Ледяного Императора, чтобы встретиться с четырьмя зрелыми женщинами, включая Бин Цин Тон, Хан Цуй, Шуан Ю и Джуэлин Дан Цин. Четыре женщины остались и совершенствовались в городе Ледяного Императора. Иногда они радостно улыбались, когда вспоминали его. Он пробыл в городе Ледяного Императора ненадолго, прежде чем оставил четырем женщинам путь ярких воспоминаний, которые они никогда не забудут. Затем он ушел. Парень посетил двух лидеров демонического клана, Бао и Цзетзи. Они выпили и обсудили свое понимание сил концепции. Он открыл им путь на новый уровень. Внутри Вечного Ночного Леса он встретил Огненного Дракона, Золотого Льва Свирепого Пламени, и показал им методы совершенствования племени небесных монстров, направив их в светлое будущее. Его фигура появлялась во всех уголках континента. Он наблюдал за деревьями, пучками травы, людьми и множеством существ, живущих на этом континенте. Он все изучил и запомнил. Юноша ходил по этому миру, задумываясь об изменениях, которые произойдут в его зарождающемся пространстве. Он думал и рассуждал о законах природы и о чудесах, которые она могла иметь после того, как там были созданы существа. Он хотел изучить ситуации и условия существ, чтобы увидеть, как все меняются в реальном мире. Это должно было помочь ему выяснить ключевые моменты, чтобы развить его зарождающееся пространство. Материк благодати двигался в обычном темпе. Он не пытался заставить энергию ускориться, а просто спокойно прошел по континенту, чтобы увидеть больше. Прошло уже 10 лет. В течение 10 лет он не практиковал свои силы концепции, а просто бродил вокруг, напиваясь в гостиницах смертных людей и наслаждаясь ветреной, туманной погодой глубоко в лесу. Однажды перед ним появились Хиро и Мантиси. Это было в маленькой деревне внутри обычной гостиницы. По шумной и людной площади гуляли потоки людей, и их оживленные звуки доносились через окно таверны. Шиянь прислонился к окну и пил. Его сонливые глаза смотрели на шумную улицу с людьми, живущими своей нормальной, но счастливой жизнью. Еще не наступил обеденный перерыв, поэтому в таверне было не так много посетителей. Они говорили о своей повседневной жизни. Владелец таверны листал свой журнал. Время от времени он бросал проверяющий взгляд на молодого человека, сидящего у окна. Прошло три месяца с тех пор, как этот молодой человек ежедневно приходил пить в его таверну. Каждый день он приходил и сидел на одном и том же месте. Полдня он проводил в его таверне. Молодой человек выглядел так, как будто ему было за 20, но казалось, будто он пережил сотни жизней в этом мире. Его спина выглядела архаичной, и владелец не мог объяснить, почему у него возникло такое чувство, когда он увидел его. На лестнице послышались шаги. Пришла элегантная барышня со своей служанкой. Это была нежная девушка в длинном зеленом платье с изящным телом. Она выбрала стол позади мужчины, чтобы сесть со своей служанкой. Иногда она бросала на мужчину многозначительный взгляд. Владелец взглянул на девушку и вздохнул. Он знал, что эта девушка была дочерью городского магистра благородного происхождения, и он также знал, что она испытывала глубокую привязанность к молодому человеку. Вот почему она приходила сюда каждый день, чтобы увидеть его. Однако она стеснялась, поэтому ждала, что он сделает первый шаг. К сожалению, молодой человек с ней не разговаривал. Каждый раз она возвращалась домой разочарованная. Однако она не взбесилась из-за этого. На следующий день она снова приходила со своей служанкой и заказывала ту же еду, что и он. Многие постоянные посетители гостиницы могли видеть ее чувства, но этот человек казался таким невежественным. Он не сказал ей ни слова. Сегодня было то же самое. Молодой человек равнодушно сидел у окна, наблюдая за бурлящей жизнью на улице и ничего не говоря. Дама пришла со своей служанкой и села за ним, ее яркие глаза устремились на его лицо. Глядя на эту одинокую фигуру, ей было так горько, что она не могла говорить, что он испытал. Девушка пробормотала про себя. В последнее время она стала эмоциональной. Чем больше она думала, тем хуже становилась. Постепенно у нее на глазах выступили слезы. Вдруг загорелись два огонька. Возле юноши появились маленькая девочка и белый скелет. Белый скелет заговорил на человеческом языке. Шиянь, мы почти у входа на территорию. Все ждут тебя. Молодой человек, который выглядел вечно холодным, впервые улыбнулся. Когда люди в панике закричали, он встал. Наконец он обернулся и посмотрел на девушку, которая сидела позади него больше месяца. Я ценю вашу привязанность ко мне. К сожалению, у нас разные судьбы. Вот эта гранула для вас. Если она будет у вас, вы сможете сохранить молодость навсегда. Вы проживете как минимум 500 лет. Вздох. Если наши судьбы снова пересекутся, мы встретимся. Он вздохнул. Затем вместе со скелетом и маленькой девочкой они превратились в три струи света и разорвали небо, чтобы уйти. Девушка держала шарик, аромат которого заполнил всю улицу, глядя на три радуги, летящие далеко в небе. По ее лицу тихо катились слезы, а ее выражение казалось озадаченным. Глава 1507. Гнев против общего врага. Другой конец хаотичного пространственного бассейна представлял собой пятицветную световую завесу, похожую на журчащую воду, которая медленно открывалась. Шиянь. Монтиси и Хира собрались в небе материка. Благодатели наблюдали за световой завесой и изменяющимися космическими лентами. Это был вход на территорию. Пересекая световую завесу, они могли войти в ответвление течений на морское дно моря уничтожения. После этого они смогут выбраться на поверхность моря уничтожения. Мы с Хира поговорили. Мы выбрали территорию. Она называется Облачный туман. Она не такая обширная, как пустынная территория, и земная и небесная энергия тоже не в изобилии. Однако это редкая и драгоценная территория нашего призрачного клана. Она отлично подойдет для того, чтобы воины там жили и совершенствовались. Глаза Монтиси улыбнулись. Территория Облачного тумана находится недалеко от территории клана Белой Кости. Мы сможем часто навещать друг друга. Мы с Хира можем объединиться, чтобы создать проход, который отсюда мгновенно перенесет этот континент в территорию Облачного тумана. Однако нам нужно время. Мы хотим, чтобы ты подтвердил, что согласен. Хира посмотрел на него странными глазами. По прошествии десяти лет твоя божественная сила не увеличилась, но твоя аура близка к сфере территориального предка. Кажется, у тебя есть особый способ развиваться. Шиянь был безмятежным, а его глаза спокойные. Есть. Что ты скажешь? Монтиси хотела четкого ответа. Хорошо. Высвободив сознание души, Шиянь какое-то время прислушивался к ощущениям. Затем он кивнул. Хира и Монтиси, пожалуйста. Останьтесь и создайте проход. Я собираюсь ненадолго в море уничтожения. Затем парень повернулся к императору морской акули и добавил. Император морская акула хочет эвакуировать своих товарищей. Я пойду с ним. Император морская акула и Шень-Жень подошли. Затем кивнули и стали ждать мнения Хира и Монтиси. Без проблем. В любом случае нам нужно время, чтобы создать проход. Мы будем ждать тебя, сказал Хира. Монтиси кивнула. Я пойду с тобой, просияла Мейдзи. Я знакома с морем уничтожения. Если что случится, я могу помочь. Недавно я собрала информацию о состоянии моря уничтожения. Думаю, я смогу тебе чем-то помочь. Что скажешь? Шиянь спросил императора морскую акулу. Я должен поблагодарить мадам Мейдзи за это. Спасибо. Ответил император морская акула с суровым лицом. Пойдемте. Шиянь пролетел через вход и исчез, как полоса метеора. Император морская акула, Шень-Жень и Мейдзи последовали за ним и скрылись у входа на территорию. Морское дно, море уничтожения. Площадь дна кажется меньше. Это странно. Что-то случилось. Император морская акула двинулся и нахмурил брови. Этот морской район принадлежит мне. Я знаю, насколько он большой. Но посмотрите на это. Он стал намного меньше. В том году, после кровавой битвы Шияня на морском дне, морское дно моря уничтожения уменьшилось. Поскольку Мейдзи всегда обращала внимание на море уничтожения, она отправила своих воинов, чтобы тщательно измерить местность. Поэтому она хорошо знала ситуацию. Ударные волны от битвы территориальных предков серьезно повредили морское дно. Таким образом, место изменилось. На Мейдзи было фиолетовое платье. Она была прекрасна, как яркий цветок. Она была очаровательной и сексуальной. Как только они покинули материк благодати, она вернулась к своей зрелой очаровательной внешности. Она не боялась императора морскую акулу и Шиньжиня, и прижималась своим сладострасным телом к Шияню. Девушка не могла расслабиться, когда была перед старейшинами своего клана, такими как Мантиси. Но теперь она могла быть собой и показать свою любовь. Она потянула Шияня за руку, ее щеки покраснели. Я слышала, что твоим подчиненных нелегко жить. Члены пяти кланов часто приходят на это морское дно, чтобы побеспокоить их. С тех пор, как ты ушел, многие из ваших врагов впровоцировали ваших воинов. Глаза императора морской акулы и Шиньжиня потемнели. Они вздохнули. Как они могли этого не знать? Император морская акула не был территориальным предком из пяти кланов. У него не было мощной поддержки. Если он кого-то обидел, ему приходилось справляться с этим одному. В противном случае ему пришлось бы бежать и прятаться. Как только он ушел, его товарищи стали мишенями. Неудивительно, что им пришлось жить с постоянными проблемами. Я знаю, что им пришлось много бороться. Перед тем, как мы с Шиньжи не ушли, я попросил их отказаться от преимуществ и найти отдаленные районы, чтобы спрятаться там. Император морская акула понизил голос. Если бы не это, то зачем бы я стал забирать их в бесконечное море? После того, как ты достигнешь второго небосферы территориального предка, мы больше не будем бояться пяти кланов. В этом мире, даже если они захотят нас побеспокоить, они должны будут сначала подумать о твоем гневе. Холодным голосом сказал Шиньжинь. Император морская акула натянута улыбнулся. Достижение второго небосферы территориального предка легче сказать, чем сделать. Я уверен, что ты сможешь. Шиньжинь был твердо убежден. Мэйцзи усмехнулась и ничего не сказала. Однако по ее отношению они могли видеть, что она не очень ценила императора морскую акулу. Чтобы прорваться во второе небосферы территориального предка, требовалось не только понимание этого уровня, но и огромное накопление божественной силы. Потребовалось бы много земных и небесных сокровищ. Поскольку Мэйцзи была членом призрачного клана, Монтиси дала ей много ресурсов, которые клан хранил годами, чтобы помочь ей за короткое время достичь сферы территориального предка. Однако Мэйцзи ясно понимала, что она была всего лишь в первом небе сферы территориального предка. Чтобы достичь следующего уровня, потребуется невообразимо огромное количество энергии и материалов. Кроме того, даже призрачному клану, будучи одним из семи великих кланов, было непросто постоянно снабжать ее драгоценными материалами. Император морская акула совершенствовался в одиночку. У него не было силы, чтобы поддержать его. У него не было территории, которая давала бы ему гранулы и обильные материалы. Достичь второго неба сферы территориального предка было непросто. Это также было причиной, по которой его сверстники, такие как Феррелл или Рикардо, должны были следовать за пятью кланами в поисках поддержки, какими бы высокомерными они ни были. Феррелл и Рикардо знали, что они не могут достичь второго неба сферы территориального предка со своим собственными возможностями. Только большие силы, такие как семь кланов, могли обладать достаточной властью и богатством с десятками территорий, поддерживающих их, обеспечивая их непрерывно необходимыми материалами для совершенствования. Император морская акула Мэйтзи задумалась, а затем улыбнулась. Она серьезно предложила. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы присоединиться к клану вроде клана Белой Кости или нашего призрачного клана? Если ты решишь присоединиться к нам, мы предоставим тебе наши ресурсы. Это будет полезно для твоего прорыва. Феррелл и Рикардо поступили так же. Ты тоже можешь это сделать. По крайней мере, когда ты присоединишься к клану Белой Кости или призрачному клану, остальные пять кланов не посмеют прикоснуться к тебе. Шэньчжэнь опустил голову, услышав это от Мэйтзи, и ничего не сказал. Император морская акула не изменил своего облика. Помолчав какое-то время, он равнодушно сказал. Если бы я хотел этого, я бы давно присоединился к одному из семи кланов. Но я лучше буду медленно развиваться, чем потеряю свободу. Мне очень жаль. Я ценю твою доброту, но я не хочу работать на других. Мэйтзи выглядела опечаленной. Она только глубоко вздохнула, но не стала его уговаривать. Раз император морская акула принял такое решение, клан Белой Кости и призрачный клан не станут помогать ему противостоять другим пяти кланам. Когда пять кланов нападут на него, они не станут активно предлагать помощь. Поскольку император морская акула не был членом их клана, это было бы похоже на то, что они станут лезть в чужие дела. Это противоречило общим интересам и правилам. После этого разговора они замолчали. Больше они не пытались разговаривать. Император морская акула подсказывал Шиэню и Мэйтзи относительно передвижения по морскому дну. Они встретили множество воинов, отправляющихся на приключения. Шиэнь и император морская акула активно избегали их, чтобы избежать неожиданных неприятностей. В любом случае, Шиэнь и император морская акула были целями пяти кланов, особенно Шиэнь. В этот момент он был занозой в их глазах. Все мечтали забрать его башню символов силы концепции. Как только его местонахождение станет известно, эксперты пяти кланов окружат его, как мухи. Спустя короткое время все четверо вошли в область, заполненную зазубренными камнями. Лицо императора морской акулы потемнело. Его глаза вспыхнули холодным светом, и он стал прочесывать каменистую местность. Шиэнь посмотрел на него и вздохнул. Сдерживай свое горе. Бум, бум, бум. Зубчатые камни взорвались и открыли красную область. Из трещин в скалах появились трупы воинов морского клана. В массивной скале было около десяти тел, но тела были расчленены. Нетрудно было представить, какие мучения им пришлось пережить перед смертью. Они были убиты, потому что убийцы хотели выжать из них местонахождение императора морской акулы. Император морская акула и Шэнь-Жэнь задрожали, их глаза горели пламенем ярости. Густая смертоносная аура, исходящая от них, заставила Шиэня нахмуриться. Он беспокоился, что император морская акула и Шэнь-Жэнь не выдержат и отправятся на поиски врагов. Это всего лишь одна из наших баз. Пойдемте и проверим еще одну. Император морская акула закусил губу. Кровь текла из его рта. Он издал низкий рев, как умирающий зверь. Массивные камни и расчлененные тела превратились в струи света, попавшие на его территорию. Он взял Шэнь-Жэня, Шиэня и Мэйцзи и ушел. Они посетили три разные базы и обнаружили одну и ту же картину. Его товарищи были убиты. Они замерли, когда увидели зарезанные тела. В живых никого не было. Шэнь посмотрел на императора морскую акулу и Шэнь-Жэня. Он знал, что они вот-вот взорвутся. Он знал, что двое из них изо всех сил пытались подавить свой гнев. Он был тронут, когда понял их горе и негодование. На расчлененных телах были видны следы мучений. Когда он увидел изрубленные тела, он стал винить себя. Он был ответственен за их смерть. Он не мог этого отрицать. Если бы император морская акула не встал против Феррелла, Нептуна и Рикарда, чтобы помочь ему, пять кланов не напали бы на воинов морского клана. Императору морской акули не пришлось бы бежать. Если бы император морская акула не пришел на пустынную территорию, эти люди не погибли бы так трагически. Меня не волнует, кто это сделал. Я обещаю, что я возьмусь за руки с вами, чтобы убить убийц. Торжественно заявил Шэнь. Глава 1508. Свет в отчаянной ситуации. Бесчисленные пучки водорослей росли, как скопление густых облаков, сквозь которые не могли видеть глаза. Сознанию души было трудно распространяться через эти пучки. Это была последняя база, которую основали император морская акула и Шэньчжэнь. Это было также самое загадочное убежище на дне моря уничтожения. Учитывая ужасающие опасности поблизости, немногие осмеливались посетить эту смертельную ловушку. Поэтому император морская акула и Шэньчжэнь подумали, что это будет самое безопасное убежище. Чем ближе они подходили, тем беспокойнее и тревожнее становились. Они проверили около десяти убежищ, куда отправили своих товарищей, чтобы те избежали резни. Однако живых участников они не нашли. Трагические сцены заставили быстрее биться сердца и заставили истекать кровью в агонии. У них была надежда на эту последнюю базу. Если бы это место также подверглось набегу, они бы подверглись настолько сильному удару, что могли бы даже сразу рухнуть. Медленно продвигаясь в области водорослей, Шэньчжэнь тоже напрягся. Он распространил свое сознание души, чтобы ощутить. Есть жизненная энергия. Его глаза заблестели. Шэнь пришел в себя и прошипел. Собралось много людей. Когда он совершенствовал силу жизни концепции, его сенсорная способность стала более точной, чем у императора морской акулы. Услышав его, мрачный блеск в глазах императора морской акулы и Шэньчжэня погас. Они повеселели. Пойдем. Император морская акула издал низкий крик и двинулась, как острый меч, вонзаясь в область густых водорослей в центре. Вскоре после этого им открылась странная местность. Это был центр поля водорослей, где было много грибных растений. Они сияли, как огни. И в пространстве над их головами все еще было много листьев водорослей, похожих на густые облака, которые мешали глазам и сознанию души. В этой области было много грибковых наростов, похожих на лампы, и ярко-красных кораллов с разбросанными осколками, красиво сверкающими. Многие члены морского клана были собраны в этой области. Все они выглядели печально. У многих из них были отрезаны конечности, и большинство из них выглядело отчаявшимися, глядя в небо пустыми глазами. Унылый, тяжелый воздух наполнял всю местность и заставлял людей дрожать. Все воины морского клана были в плохом настроении. Они не совершенствовались и просто сидели сложа руки, ожидая смерти. Датук и Худзиа, которые сражались с Шияним, были в этой группе. Вокруг них были собраны воины с сильными способностями. С торжественным лицом они что-то обсуждали. Они выглядели так, будто собирались рискнуть своей жизнью. Шиянь, император морская акула, Шэньчжэнь и Мэйцзи прошли сквозь листья водорослей и тихо вошли в местность. Глядя на своих унылых собратьев, император морская акула выглядел мрачным. Он знал, как сурово и ужасно было его народу терпеть мучения. Шэньчжэнь мысленно вздохнул. Его вздох был подобен удару грома в этой области, который разбудил нескольких воинов поблизости. Они вскочили, как будто столкнулись с врагами, и закричали. Они здесь. Это был их инстинкт. Вот что должно было быть. Они подумали, что преследователи наконец-то пришли сюда, поэтому закричали, когда услышали странную суматоху. Затем они обернулись. С острым оружием в руках они были готовы к смертельной битве. Все члены морского клана в этой области, будь то старики или дети, имели обиженные лица и сжимали оружие, распространяя убийственную ауру. Сэр Шэньчжэнь. Сэр Шэньчжэнь. Старейшина племени. Старейшина вернулся. Это старейшина. Внезапно вся территория закипела. У членов морского клана на глазах стояли слезы. Наконец они увидели надежду в отчаянном положении. Они плакали, а женщины рыдали и стонали. Крики вызвали цепную реакцию и распространились на всех участников. Будь то дети, старики или самые храбрые воины, все они были слабыми, как беспомощные дети, которые наконец нашли взрослых, которые могли им помочь. Они плакали, чтобы выразить свое негодование. Увидев плачущих членов морского клана, Шэйяне Мэйцзи также стали мрачными. Они ясно понимали, что если бы император Морская Акула не помог им в то время, им бы не пришлось терпеть зловещие деяния Феррелла. Кроме того, поскольку император Морская Акула помог им, он устроил геноцид своим членам. Худзиа и воины из морского клана подошли и преклонили колени перед императором Морской Акулы. Худзиа сказал, мы вас не подвели. Мы защитили Хрустальный Дворец. Однако вокруг очень опасно. Мы должны переместить его в другое место. Старейшина племени, пожалуйста, отомстите за нас. Глаза Датука были налиты кровью. Он стиснул зубы, пока кровь не потекла по углам его рта. Он недовольно хмыкнул. Феррелл и клан души разрушили наше убежище. Половина нашего населения погибла. Пожалуйста, добейтесь справедливости для нас. Пожалуйста, отомстите за нас. Все члены морского клана плакали в агонии, как будто они хотели очистить свои сердца от горя. Я понял. Я знаю. Я сделаю. Я определенно отомщу. У императора морской акулы на глазах стояли слезы. Он выкрикивал свое самое твердое обещание, которое было запечатлено в его душе и никогда не смогло бы исчезнуть. Датук, что случилось? Шиянь подошел к нему и спросил спокойным голосом. Датук посмотрел на него. Его лицо было холодным, но он ничего не сказал.